Всем привет, добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Как давно я не говорил эти слова. Ну что же, на канале последнее видео. Это было первое занятие восьмого сезона. 260 человек в нем участвовало. И вчера восьмой сезон закончился. Мы провели 10 больших занятий. Конечно же, основной задачей восьмого сезона не было популярным рассказом о том, что такое ВСД, панические атаки, симпатическая парасимпатическая связь, что вы это не опасно, не умрете, надо просто научиться проживать и выдерживать. Мы не про это. Мы про психотерапию невротических расстройств и эмоциональную коррекцию того состояния, которое приводит к легитативным, фобическим и тревожным состояниям. Я принял решение, буквально уже вчера вечером, после того, когда провел 10 занятие, оно не могло быть ненасыщено техниками, оно не могло быть ненасыщено определенными технологиями. И я хочу вам его подарить, чтобы вы его полностью посмотрели. Возьмите в себя, то есть там 2,5 часа и каждые 5 минут там какая-то технология, то, которую вы можете уже применять в своей терапии. Даже если вы новичок или даже если вы были в терапии так или иначе когда-то. Обязательно посмотрите эти 2,5 часа, вы не пожалеете. И обратите внимание, каких результатов добились наши участники за 5 недель. Девятый сезон начинается через неделю. Я рекомендую вам на него прийти, если вы хотите научиться справляться со своими эмоциями, со своими неврозами. И научиться быть эмоционально стойким. Не подавлять, а не поднимать градус так, чтобы это приводило вас и к вегетатике, и к невротическим реакциям, и поведению. Я буду проводить теперь занятия онлайн сезоны 4 раза в году. Зимой, весной, осенью и летом. Потому что все оставшееся время буду заниматься новыми другими проектами. Я буду заниматься психологами, подготовкой специалистов по себе на смену. Я буду заниматься государственной историей. Это первые лица компаний, это топ-менеджеры, это предприниматели и так далее. Поэтому моя работа в области неврозов останется, просто ее станет меньше. Канал сохранится, все сохранится. Просто попасть на занятия придется реже. Поэтому сейчас набирается девятый сезон. Этот сезон называется весна. Да, следующий сезон будет только летом. Поэтому посмотрите внимательно этот урок. Посмотрите первый, если вы не смотрели. И посмотрите десятый. И посмотрите разницу успехов. И прокомментируйте, и поставьте лайк. И покажите друзьям. Там очень много важного и полезного. До встречи. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Слышно, видно? Хорошо? Да. Прекрасно. Так. Сейчас мы дождемся пришествия большей части наших онлайн зрителей. Добрый вечер. Значит слышно и видно. Хорошо. Окей. Мы сегодня с вами проводим десятую встречу. Она будет очень насыщенная, потому что нам нужно будет некоторые вещи детализировать, описать четкую дорожную карту, подытожить, посмотреть на ошибки и подвести итоги. И понять, что мы делаем дальше, и как, что и кто, как дальше движется. Сейчас основное количество людей уже практически собрано. Еще чуть-чуть, я думаю. Я принял решение 8 марта, потому что у нас получилось 10 занятие 8 марта. Я думал, что не все захотят участвовать онлайн, и я бы хотел, чтобы присутствовало большее количество людей на завершающей встрече, потому что это важно и с терапевтической точки зрения, и с тем, что я бы хотел сказать. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что копии будут доступны 2 недели, они будут выложены в отдельном доступе, вне этой программы, потому что эта программа будет занята уже другими работами, поэтому будете смотреть все копии с помощью другого варианта. Понятно, да? Я уже сказал, чуть позже вам придет письмо с этими копиями. Будете пересматривать, переслушивать то, что вам необходимо. Придет письмо. Еще раз могу ответить. Придет письмо. Письмо придет. Супер. Окей. Так, ну что, практически все сборы, за исключением там пару, тройку, десятков человек. Good. Хорошо. Значит, чем мы занимаемся с вами сегодня? Я бы хотел большую часть времени посвятить практике когнитивно-аблинической психотерапии, потому что вам необходимо будет продолжать осваивать и развивать в себе такой навык внутреннего диалога. Именно навык внутреннего диалога это и есть то, что мы называем психотерапией. Цель этого навыка, как вам кажется, какая? Зачем нам этот внутренний диалог с самим собой? Верно. Удивительно. Молодцы. Слушайте, вы прям действительно молодцы. Действительно. Договориться с собой и управлять эмоциональным состоянием можно только с помощью диалога с самим собой. вот это надо для себя уяснить, потому что просто так градус не поднимается и просто так градус не опускается. Он поднимается и опускается посредством какого-то внутреннего диалога, который вы в большей части своей не осознавали. сегодня мы еще раз поговорим из чего этот диалог выстроим, как он автоматически пролетает в ваших головах, да, и как это, как этим можно управлять. Сегодня был прецедент на работе, надо было уволить сотрудника, скандальная ситуация, я был спокойный как слон, я в шоке. Ну, я очень рад за тебя прежде всего, да, было бы неплохо, если бы ты все равно эту ситуацию разобрала сама с собой и задала себе вопросом, как я понимал эту ситуацию, как я думал в этой ситуации, чем я руководствовалась, что не подвигло меня к каким-то автоматическим эмоциональным всплескам, как я это делал, то есть, даже если у вас будет получаться и получается, вы все равно должны видеть, как это выглядит, вот, да, и вам нужно будет нащупать вот эту, соответственно, штучку, а я горофоб, я из Санкт-Петербурга, а сейчас в Екатеринбурге, клево, молодец, но видишь, все на самом деле преодолимо, это лишь вопрос навыка и вопрос упорства, и вопрос внутреннего такого желания и внутренней мотивации, доверия, с четким пониманием, что надо делать, по-другому никак, так, супер, хорошо, так, ну что, все у нас были, ну да, практически все, поэтому действительно основная задача будет являться именно практикой развития внутреннего диалога, значит, по поводу, еще раз, наверное, давайте начнем с того, что вы называете симптоматикой, да, невротической, я надеюсь, что все, многие, большая часть понимает, что это последствия, это не автономная причина, которая гуляет сама по себе в теле, это последствия, последствия затяжного эмоционального градуса, который вы подняли в какой-то период в вашей жизни, либо вы его хронически поднимаете, и очень важно понять, что во-первых, желательно проанализировать, как вы это сделали изначально, то есть, что же была за ситуация или череда ситуаций, где в какой-то момент X началась вся вот эта психовегетативная свистопляска, надеюсь, что это у нас было одно из первых, по-моему, занятий, помните, мы график такой строили, ситуации, всплески, помните, события лучше, хуже, события лучше, хуже, вот, завернитесь к этому навыку, потому что вы должны четко научиться видеть, как вы интерпретируете события, и если у вас поднимается внутреннее напряжение, внутренняя тревожность, вы уже должны себе что сказать? Вы должны сказать, что ага, стоп, подожди, где-то ты перебарщиваешь, что сейчас происходит такого в твоей жизни, где ты как-то смотришь на это тревожно, может быть, тебя что-то ожидает, может быть, ты что-то фантазируешь, может быть, ты забегаешь мыслями вперед, может быть, ты что-то не можешь принять, допустить или отпустить, то есть вы у меня больше, уважаемые коллеги, не должны интерпретировать свое эмоциональное состояние, которое так или иначе может сказываться на физиологическом состоянии, как какая-то необычная природа явление, понятно, да, то есть вы понимаете, что если вот такая хрень, она как бы маячит внутри, значит, где-то что-то эмоционально не решено, здесь есть два таких важных момента, я не знаю, насколько у нас есть в нашей группе такие ребята, но я думаю, что они есть, потому что основной пласт вот этого физиологического аспекта, он, как я уже говорил ранее, я сейчас вам это напомню, окей, посмотрите, пожалуйста, внимательно, меня видно, нормально, он у нас с вами разделен, ага, спасибо, на два таких очень больших лагеря, два уровня тревожности, это основной, мы его можем назвать basic, и можно назвать его, ну, давайте по-русски напишу, вторичный, да, ну, что я, давайте на русском буду писать, что тут, давайте назовем его основной, и уже назовем его вторичный, значит, сейчас очень внимательно меня послушайте, я прям призываю вас сейчас замолчать, и посмотреть сюда, значит, смотрите, если вы испытываете тревожное состояние, какое-то напряжение в теле, да, сон, аппетит, вялость, ну, вялость не знаю, но вы понимаете, тревожность в целом, общая тревожность, иногда маркером тревожности является повышенное чувство тревожности, которое экстраполируется на какие-то вещи, стали задумываться здесь, стали задумываться тут, и тревожно задумываться, надо понимать, что смотрите, основной уровень тревожности, который образуется у вас, он связан с какими-то конкретными локальными обстоятельствами, это то, что мы в прошлый раз, помните, разбирали, помните, мы разбирали сферы, ребята, кстати, многие мне писали потом где-то в социальных сетях, что именно это занятие как-то у кого-то там, вот у меня есть парень, он занимается в мини-группе, и он участвует в нашем сезоне, и он мне говорит, слушай, я так давно тебя знаю, в принципе, мы много чего обсуждали, но вот какое-то последнее занятие, где ты обсуждал вот эти вот сферы, типичные для невротических расстройств, оно как-то, говорит, мне стало понятно, то есть я хотя бы я понял вот где чего находится, оставшаяся часть работы это работа над именно этими обстоятельствами, над отношением к ним. Вот смотрите, основной уровень он тревожности, он связан с вашими обстоятельствами. Жена, помните, личная сфера, профессиональная сфера, сфера зависимости, помните, да, ребят, сфера отношения социуми, какие-то перспективы, какие-то решения, вот это всё. Вот это вызывает базовый уровень тревожности, если здесь, если здесь вот это вот, вот это вот мировое, ну, давайте назовём это слово мировоззрение или отношение, оно достаточно эмоциональное, понятно, да? То есть если мы к этим основным аспектам преломляем вот наши с вами искажения, непринятия, ожидания, бложествования, оценочное осуждение, преувеличение, перфекционизм, да, вот если мы к этому базово начинаем преломлять вот эти наши привычные формы мышления, у нас появляется базовый уровень тревожности. Это всем понятно? Это может быть как хронически, так и локально. Ну, например, есть ребята, которые с юностью всю жизнь испытывают определенные убеждения социальные, определенную привычку думать тревожно, да, и все обстоятельства, которые в их жизни происходят, они сами по себе автоматически генерируют их очень тревожно. Вот это мы называем особенности личности. Ясно? Понятно? Вот это базовая такая история. И есть вторая история, это история про то, когда человек жил нормально, все у него было хорошо. Есть такие, кто такие? Все было хорошо, и вдруг в один прекрасный день началась вегетатика. Вот было все нормально. И вдруг в один прекрасный день появился вот Тонтервем. Это говорит о том, что в целом, в целом, вы не супер тревожный человек, и в целом все неплохо. но в какой-то период жизни произошли какие-то обстоятельства, да, где вы именно на них посмотрели каким-то образом и создали базовый уровень тревожности, который в свою очередь что? Проявился как? Ребята, как проявился этот уровень тревожности? Ну да, телесно. Вы испытали что? Телесные вегетативные состояния прямо пропорционально этому состоянию. Чем выше это состояние, тем выше это состояние. Понятно? Паническая атака это вот здесь как испуг идет, остановка. То есть ПА она находится где-то вот здесь. Причем и может и не быть. Все уже это поняли? Что наличие и отсутствие ПА не говорит вам об отсутствии и наличии тревожного расстройства. Ясно? Я надеюсь, что все уже уяснили, что паническая атака она где-то из чего у нас возникает паника? Исходя из не основной тревоги. Нет, она из чего исходит? Она может быть, а может быть не быть. Верно, от испуга, от незнания. Совершенно верно. Если вы пугаетесь подъема вот этого вегетативного состояния, вы начинаете паниковать. Вот и все. То есть соответственно терапия панических атак заключается в том, чтобы вот это состояние научиться что? Не интерпретировать как что? Как угрозу, как смерть, как приступ. Это всем понятно, да? Как опасное. Верно. Окей. Научитесь не пугать себя с помощью определенных знаний и определенных доказательств себе посредством бездействия бездействия при наличии вегетативного состояния, перестанете испытывать панику. Начнете ходить в те места, которые вы раньше ошибочно стали избегать, потому что вам там казалось, что не безо, что не безо пасмол, да? Перестанете испытывать агорафобию. Ясно? То есть в принципе панические атаки агорафобия она сама по себе является неправильной интерпретацией подъема и проявления базового напряжения. Это всем понятно? Перестанете пугаться этого и начнете ходить там, где вам казалось опасным, перестанете испытывать панику агорафобию. У кого-то на это потребуется. Кто напишет сейчас в месяцах? Пожалуйста, в месяцах или в неделях сколько потребовалось времени, чтобы перестать бояться и начать двигаться, если вы уже успели как-то вот кому-то год, кому-то пару дней, кому-то месяц, кто-то сам справился, месяц, пару дней, неделя, три недели намного лучше, месяц, один просмотр вашего видео, прикольно, видео бесплатное, помоги, пару месяцев, но так или иначе согласны, что если правильно все делать несколько дней, я считаю пару месяцев в среднем месяца достаточно, чтобы вот эту хрень окончательно разбить. Согласны? В среднем месяце активного неиспуга активного бездействия во время вегетатики и походы в пробки, на улице, в супермаркеты, в торговые центры в среднем месяца вполне достаточно, чтобы организм понял, что дусь, а ты гонишь. Поняли, да? Четыре года до этого вебинара, сейчас лучше. Спасибо. Ясно? Вот это всем понятно? И здесь, конечно, пациенты делятся на два лагеря. Те, кто говорит, пиздеет, а вдруг что-то случится, и те, кто говорит, так, все, хоре, погнали. И вот тут начинаются все терапевтические процессы. Вот это понятно. Теперь смотрите второй уровень тревожности и секонд. Второй уровень тревожности. Он связан с тем, что когда новичок испытывает базовый уровень тревоги, он на него смещается таким образом. Вот вы все, в принципе, вот так выглядели когда-то. Согласны? Возможно, до нашей с вами работы вы все выглядели вот так. Согласны? Что у вас просто проявлялась какая-то репитативная байда, какие-то страхи, вы не могли объяснить причинно-следственную связь, вы не могли понять, что происходит, кто-то пугался сильно, кто-то благодаря видео научился хотя бы этого не пугаться, но вот в целом это выглядело так. И вторичная тревога всегда выглядит каким образом? Она начинается здесь уже только из немножечко уже другой концепции. Тут начинаются отдельные обстоятельства, которые точно так же, как и в базовом уровне, вами интерпретируются как что? Dangerous, опасные, угрожающие. И вы начинаете испытывать второй уровень общеговоря тревожности, потому что что у нас здесь кто подскажет какие проявления пугают людей и формируется отдельный уровень повышенной тревожности вторичной. Стохикардия, общее вегетативное состояние совершенно верно, всякие камни в горлах, ощущение какого-то некомфорта. Как вы об этом думаете? Что вы думаете об этом? А вот этой вот хрени всей как вы думаете? Что это что? Что это опасно? Что это смерть? Что я заболел? Что я схожу с ума? Что она мне порча? Да-да-да. Что кажется я поехал, кто-то сейчас все это еще увидит вторично. Поняли, да? И вот так наши клиенты начинают создавать второй уровень тревожности и крутятся в нем. Что-то со мной не так, мне не лучше, что-то со мной не так, ничто не помогает, что-то со мной не так, что-то что-то за херня такая, что-то за херня такая, алексей черта фига такая, алексей черта фига такая, и они самое что забавное, что в процессе у меня были такие клиенты, кто знает, поднимите руку таких клиентов, может быть это вы, что может быть основные базовые вещи, но так или иначе как-то решились. Согласны? Ну, например, если за год все эти петрушки вегетативные, может быть решились какие-то обстоятельства, может быть что-то поменялось, но они даже этого уже особо значения не придают, потому что они уже без основного уровня тревожности, да, но они говорят, что-то со мной не так, что-то со мной не так, что-то со мной как я себя чувствую, как я себя чувствую, что-то со мной не так, что-то со мной не так, и они в принципе отдельно автономно создают свое состояние тревожности локально по вот этим вопросам. Поэтому очень много зрителей канала Невроза Мегаполиса и вы в том числе, когда посмотрели ролики они таки сказали блин а нахрена нам искать какие то внутренние конфликты и нахрена нам что то делать когда просто лёша нам объяснил я вот это поняла и уяснила и все и хорошо есть такие но знаете наверняка я знаю много таких людей которые в принципе вот это поняв которые в принципе как то вот здесь разобравшись они сказали все потому что почему так бывает так бывает потому что вот эта часть основная могла быть не очень сильные согласна но какие то недосказаны жилой женой какие-то недосказаны здесь но что-то тут подняло градус там год назад да что-то там поднял он где-то какой-то момент поднялась общая тревожность они зафиксируются год ходили с этой херней эта ситуация давно решилась они ходят и ходят и ходят о чем-то чё сону чё сону чё как-то не лучше чё сону чё сону и она автономно работает ясно бывает другая ситуация, вы же все не одинаковые. Бывает так, когда вы пришли на занятие вот такими, зацикленными на вот этой хрени, да, что со мной, что со мной, это, что такое, что такое, что такое, что со мной, что такое, поработали над этим, устранили испуг, перестали этого пугаться, но вегетатика есть. Вы говорите так, окей, я не боюсь этого, я понимаю, что вот кто у нас сначала паники не боюсь, ходить не боюсь, вегетатики не боюсь, но она с ука прёт. Она бывает. Значит, это прямо говорит о том, что если ты не боишься проявлений, и если ты не боишься уже до испуга, что это говорит? О чём? Что вот эта хрень, она оттуда всё ещё поднимается. Поняли, как дифференцировать? То есть, если вы научились этого не бояться, этого не бояться, и оно закончилось, радуйтесь, потому что здесь уже ничего особо нет. А вот если научились вот этого всего не бояться, объяснять, и всё хорошо, и не крутим это в голове, но поднимается всё равно эта хрень, значит, 100% надо уже двигаться вот сюда. Всем понятна система? Супер. Значит, вот вам, собственно говоря, и дорожная карта, и алгоритм. Я только что и описал. Каждый сейчас будет сам для себя понимать, на каком уровне ему достаточно. Кому-то достаточно больше не пугаться и правильно интерпретировать. Он закончил этот загон, у него достаточно хорошо, он говорит, в принципе, здесь всё ровно, ничего там не будоражит, всё хорошо, дальше пошёл. Но большинство, как я сейчас понимаю, они всё-таки не боятся, понимают, осознают, не пугаются, но вегетатика, ну, бывает, да, и, естественно, повышенная. Это говорит о том, что вот здесь есть какая-то хрень. И вот то, что мы с вами в прошлый раз разбирали, это как раз и есть та самая основа глубины психотерапии, где клиент должен понять, что же здесь такого происходит, и как я на это смотрю, что вызывает базовый уровень напряжения. Это всем ясно? Мною были перечислены на прошлой встрече, что основные направления, куда мы смотрим, вы посмотрели копию эту, да? и мы учимся преломлять и разбирать все вот эти аспекты и все эти ситуации уже непосредственно в ручном режиме, непосредственно вами, те сферы, в которых у вас возникают или могут возникать, так или иначе, моменты, которые на самом деле вас напрягают. Значит, здесь что происходит? Смотрите, здесь происходит следующее байда. Байда заключается в том, что не каждый человек, далеко не каждый человек может разом решить какие-то вот эти вот обстоятельства. Согласны? То есть далеко не всегда от нашего с вами желания, далеко не всегда от того, что мы даже это осознали, оно само по себе разрешается. Конечно, есть клиенты, которые осознали какую-то сферу, в которых у них возникают определенные зависимости, определенные обстоятельства. Но не каждая женщина может просто взять и прервать какие-то отношения. Или не каждый мужчина может пойти взять, тому уволиться, грубо говоря. Не каждый человек может взять радикально, начать что-то менять. К тому же не всегда это зависит от нас. Иногда это зависит от многих факторов, согласны, экономических, например. Но не каждый может уволиться, потому что кредиты, потому что ипотека, дети, семья. Не у каждого муж понимающий, который вступает в диалог. Согласны? Не у каждого жена понимающая. Кто-то вообще считает, что вы в секте находитесь и говорит, что там за сектанство у вас происходит такое. Да, кто-то не может изменить по многим-многим причинам именно свое отношение к текущим вот этим событиям. Да. Вот здесь потребуется время. Здесь потребуется время. Здесь потребуется время. Чаем. И потребуется, в принципе, собственно говоря, ваш вот этот навык диалога с самим собой. Где-то вам потребуется время на то, чтобы пересмотреть свое отношение. Согласны? Где-то вам потребуется время для того, чтобы принять решение. Где-то вам потребуется практика, чтобы так не палить эмоции, гипертрофированные в каких-то обстоятельствах. Где-то вам потребуется время, чтобы усреднить некую эмоцию в целом к жизни. Например, если вы хронически тревожный человек и все рассматриваете в категории опасно, тревожно и так далее, вам придется потратить время на то, чтобы эти обстоятельства подвергать сомнению, двигаться в эти обстоятельства. И с учетом времени ваше общее напряжение будет более достигнуто середины. У кого-то из моей практики это выглядело таким образом. У меня была клиентка, я еще туда по скайпу много работал. Ну, первое, что просто в голову сейчас пришло, мы с ней занимались, это было лет, года 4, может быть, или 3 назад. И мы с ней занимались, по скайпу тогда мои занятия стоили достаточно доступно, там что-то полторы тысячи, может быть, две, я не помню сейчас точно. Я помню, что люди покупали прям блоками персоналки, да, там закупали 20 персоналок сразу. Начиналось все 330 вообще. 330 рублей начиналось. Было сначала бесплатно, потом было 330, потом было 350, потом было аж 450, потом было 650, потом было 850, а потом было 1000 сразу. А вот, а значит, так вот, это клиентка. Мы с ней работали около 7 месяцев по скайпу. Мы все это с ней разобрали, она это все поняла и уперлись с ней в обстоятельства личной жизни. Но ни один психолог и психотерапевт не может форсировать ее какие-то внутренние размышления, согласны? И уперлись в том, что я не могу форсировать какие-то ее философии. Она не может форсировать себя, потому что там обстоятельства определенные, там свекровь, там родственники, там много было нюансов, деньги. И в какой-то момент я понял, что ее надо чуть-чуть отпустить, что надо вот чуть-чуть снять ногу с педали вот этого еженедельного обсуждения одного и того же, ну что, как ты думаешь, а это что, а то что. И я говорю, слушай, давай, вот месяцок вообще не будем заниматься. Придешь через месяц. И она пришла через месяц и говорит, ты знаешь, я вообще забила на психотерапию, то есть я особо сильно здесь как-то не настраивалась, не думала постоянно об этом. И ты знаешь, потихонечку я стала понимать, что в принципе обстоятельства как-то стали по-другому уже складываться. И уже еще через полгода она написала, что слушай, я приняла решение, мы там поговорили, мы там приняли решение переезжать, мы там приняли решение все-таки нанять нянечку, то есть это все потребовало временных ресурсов, понятно? Нянечки, переезды, какие-то договоренности, все то, что ее напрягало и все то, что она не могла изменить, поменялось в течение полугода. Она, конечно, снижала эмоциональный градус с помощью рационального подхода. Я к чему это вам рассказываю? К тому, что не всегда мы можем, понятно, что я имею в виду, да? Мы не всегда можем в ручном режиме менять обстоятельства. И где-то надо понять, что какие-то обстоятельства требуют времени, какие-то обстоятельства требуют доращивания вашего партнера, кому-то требуется, например, получение хорошего оффера. У меня был такой клиент тоже, но их много, но просто такой средний пример. Клиент там начал испытывать паническую атаку, потому что у него в офисе началась вегетативная хрень. Он испугался, заморочился, потом пришел ко мне. Сначала мы справились с паническими атаками, он стал бояться этой вегетативной хрени, потом оказалось, что он на работе испытывает обсределенное отношение к тому, что ему приходится там делать. Он там постоянно себя перебарывает, идет через свои принципы убеждения и так далее. И сначала я попытался помочь ему посмотреть на то, что он делает на работе более как? Более взвешенно, более рационально. И изначально моя задача была просто, чтобы он на этой работе, что не поднимал так градус путем отношения к тому, что он там делает. Но спустя какое-то время он сказал, ты знаешь, я понял, что ты пытался как бы до меня донести, и я согласен с этим полностью, но, черт побери, я не хочу там работать. Но, черт побери, у меня ипотека и еще один потребительский кредит. Я не могу сейчас просто выпрыгнуть. Мне приходится как бы с собой постоянно что? Договариваться. И я тогда для себя понял, что срок его терапии будет определяться чем? Ну, в этом локальном случае. Они будут определяться тем моментом, когда у него будет хороший оффер. Понимаете? Что пока он не получит, не то чтобы даже не уйдет Неля, а когда у него будет хороший оффер. То есть хороший оффер – это что? Это хорошее предложение, да, которое даст ему возможность на те же деньги или лучшее что-то поменять. На это потребовалось то же время. И когда он проявил усилие, и у него появилась действительно хорошая альтернатива к другой компании, он очень быстро собрал новострел ласты, перешел в новую компанию, и все закончилось. Конечно, там потом мы занимались небольшой профилактикой, чтобы у него вот эти всякие штуки там на новых работах не появлялись, но это уже была совершенно другая история вне симптомов. Понятно? Девушка написала, слушаю и понимаю, какая я дура. Почему? Ходила на психоанализ, кучу денег потратила, а она в какой-то момент перестала брать трубку. Просто ее знания кончились, и она решила от меня избавиться. Жаль, что я не знала о вас. Но, Алана, здесь... Психоанализ – это не объем знаний, которые заканчиваются. Там много факторов. И психоанализ, он просто немножечко не про невротические расстройства. Психоанализ, он немножечко про другое. Вот когда мой клиент... Вот смотри, Алана, тебе персонально объясняю. Вот когда я справился с этими паниками у этого клиента, обучил его вегетативному правильному восприятию, когда мы с ним поняли, что это связано с работой, изучили его убеждения, научили его смотреть рационально, потом он дождался хорошего предложения, навосил ласты и свалил... Алана, слышишь меня? Слышишь, да, меня? И когда он свалил, и вся его вот эта вегетативная петрушка закончилась, вот здесь можно заниматься психоанализом, уже вне острого симптома, уже решив вот эту проблематику, научившись рациональному мышлению. И что здесь психоанализ даст? Здесь психоанализ даст какое-то более глубокое понимание о своем детстве, о своих каких-то фиксаций, о своих каких-то особенностей, о своих каких-то нюансах, почему он выбрал именно эту работу, почему именно так он себя ведет. То есть, ну это уже что? Вне наличия всей вот этой сложной психоанализированной невротической конструкции, которую надо было разрешать путем взаимодействия со специалистом. А уже потом, когда человеку просто некуда потратить денег, ему просто интересно заниматься своим изучением, какими-то там деталями, что ли, вот тогда это очень даже неплохо помогает, чтобы понять себя как-то более глубже, более структурно, что ли, и так далее. Вот. Сверхценные потребности, они не могут поменяться, они могут быть пересмотрены. Понимаете, ну, например, если девочка, вот в данном случае, если взять вот этот случай с этим парнем по поводу работы, у него там история с папой, и вся его история заключается в том, что у него были убеждения, что такое хорошо и плохо, мораль, долг, мужчина, обман. Он работал в банке, продавал там банковские продукты, немного недоговаривая, скажем так, да, его, он за это очень сильно себя там самопечевал, скажем так. Его потребность вот в этой справедливости, вот этой честности, вот в этой всей истории, да, это его моральные такие сверхценные вещи. И маловероятно, что я или какой-то специалист поменяет ваши основные моральные какие-то моменты. Это всем понятно? Ну, например, если девочке не хватило папы, не хватило внимания и заботы, или мальчика там, мамы, ну, вот эти все вещи, мы их базово не поменяем. Мы можем только снизить градус через осознанность и через рациональное мышление, понимая свои уязвимости, да, понимая какие-то свои вот эти вот предвзятые интерпретации автоматического характера, взятые из детства, да, и научившись с ними что? Дружить. То есть мы не можем перекроить базовую структуру психики. Мы можем только что с ними подружиться. Это всем понятно? Ребята, то есть, пожалуйста, не ставьте в задачу перекраивать себя полностью. Да, вы такие, да, у вас такие сверхценные потребности и сверхценные идеи, да, вы имеете такую структуру, но не надо себя перекраивать. Достаточно просто это осознать, научиться понимать, как это работает и вести с собой диалог и подружиться со своими потребностями, но это причем касается психосексуальности, если мы уже Фрейда вспомнили, да, что такое психосексуальность по Фрейду? Это опять же осознать свои потребности и влечения и с ними научиться что? Договариваться, научиться либо их сублимировать как с помощью каких-то безопасных способов, существует множество безопасных способов, найти партнера, который поможет вам это безопасно и хорошо сублимировать, осознать или, например, осознать свои потребности и управлять ими, да, там как-то договариваться, но эти потребности очень маловероятно, что они вообще уйдут в ноль. Понимаете? Но если у девушки есть потребность, как бы вам сказать это так, помягче так, но если у девушки есть потребность определенной психосексуальности, да, она такая, это ее потребность. И научиться здесь не испытывать этой потребности в психотерапии невозможно. Можно только осознать и договориться. Тогда это уже не будет подавлением, и это уже будет тогда выбором ее сублимации. Согласны все? Соответственно, осознав себя хорошо, мы можем иметь возможность договориться с этим. Вот это ясно? Мы тут чуть-чуть в психоанализ ушли, хотя он же очень похожий. Вот, да, и не надо себя ломать, и не надо себя переделывать со словами какой-то больной, да, надо просто научиться договариваться с этим. Например, вот ЛГБТ-сообщество. Возьмем вот такую, например, историю. Девушка или мужчина испытывает там потребность в однополом сексуальном контакте. Но вот он такой. Так сложилась его психосексуальность. Она такая. И психотерапевт не будет пытаться с помощью психоанализа или когнитивной терапии или еще чего-то сделать из него там гетеросексуал или из нее там гетеросексуалку. Мы будем что делать? Мы будем осознавать определенные вещи, определенные потребности, с ними договариваться раз и принимать решение, как мы будем их сублимировать, чтобы не было стыда, чтобы не было самобичевания, потому что большинство случаев терапии вот ребят с нестандартной сексуальной ориентацией, она заключается в стыде, потому что они испытывают потребности, которые начинают что, осуждать. Ну, девочки могут эти потребности. У меня была клиентка такая, она говорит, я попросила мужа, чтобы он мне соски прикусил во время секса. Муж вздернулся, отпрыгнул от меня, сказал, ты что, больная, и больше ко мне не подходил месяц. Понимаете, понимаете, да? Идиот. И она подумала, что она действительно какая-то больная. Она подумала, что она действительно какая-то странная, что если у мужа была такая реакция, она задумалась и стала испытывать тревогу, искать какие-то проявления, патологии, в интернете начиталась и сказала, что, блин, слушай, я какая-то нездоровая, мне во время секса так соски возбуждаются и так вот хочется, чтобы их покусали, черт побери, а я больная какая-то? Понимаете, да? И на самом деле это просто, ну, такая специфика, понимаете, ее физиологии. Да, такая специфика ее рецепторов. Понимаете, о чем я говорю? Понимаете, да? А у мужа, соответственно, собственное убеждение о том, что такое женщина и что такое ее соски и как этот секс вообще должен выглядеть. То есть, встретились два невротика на Эльбе. Одна, у одной зудят соски, простите, а у другой считает, что секс должен быть ночью под одеялом в воскресенье. И вот она попросив прикусить ей соски, он скрикнул, потому что попала не туда. И вот вам, пожалуйста, проблема. И если я вам рассказываю множество историй за последние лет 10, вы поймете, что люди странные бывают. Ну вот, поэтому проблемы не забавные в этом смысле. поэтому все поняли, что мы когда осознаем какие-то свои потребности, которые нас обижают или которые мы ходим. Например, потребность в любви и заботе. Вот сейчас у многих из вас открылось это. Потребность в любви и заботе, потребность в защите, потребность в опоре, потребность и вы влетели в состояние либо привязанности исходя из этой потребности либо в состоянии зависимости, исходя из этой потребности, либо у кого-то открылось что? Давайте так запишем. У нас есть две основные истории про потребности. Это доказать, что у меня есть за что любить. Давайте это сейчас запишем. Это доказать, что у меня есть за что любить, или доказать, что я не тупая. Вот, в принципе, у нас есть два основных элемента, которые управляют нами, исходя из базовых потребностей психосексуальности. Это либо мы доказываем, что у меня есть за что любить, И типа, если со мной вот так, то я нужна, и меня любят. Это чисто про ощущение нужности. Потому что, как правило, эти клиенты, исходя из какого детства, выросли? Они выросли из детства, где родители работали или были дистанцированы. Защищенность третья, верно. То есть в любви, в заботе, из детского момента. Вторая потребность, это потребность доказать, что не тупая. И это история, когда в детстве основная история, читая мысли, да, только не рассказывая никому. Мне и так уже бояться, начинают люди потихонечку. Основная история, это доказать собственный интеллект, доказать собственную значимость, потому что в детстве могли глобить именно за интеллектуальный, там, Сидоров, ты дебил, Сидоров, ты дебил. Я помню, Довгань рассказывал это самое, говорит, у меня, говорит, учительница в школе. Довгань, это бизнесмен, может быть, знаете, в России он делал одно время большой бизнес. И он рассказывал, говорит, у меня, говорит, учительница по математике была, классным руководителем, и она, говорит, как профессиональный, ну, пишник, ходила и каждый день долбила. Довгань, ты дебил, довгань, ты дебил, ты вырастишь дебилом, довгань, ты дебил, ты дебил, ты тупой, ты тупой, ты тупой, ты дебил. И можете представить, когда детство ребенка вырастает вот в концепции ты дебил, ты тупой. Что ты как дебилка себя ведешь, да, ты тупая, ты тупая, ты тупой, ты тупой. А когда это папа говорит, когда это мама говорит, и когда это как профессиональные мопишники каждый день закрепляет рефлексорную дугу, еще и с каким-нибудь увесистым предметом по башке, стыд туда же, защищенность, все эти вещи, они на самом деле и вытекают из этого детского периода. И потом, когда мы взрослеем, у нас начинается вырабатываться стратегия, доказать, что я не дебил, или считать себя дебилом, и скрывать это, только бы, чтобы дебилизм не проявился, а паническая атака в торговом центре, это же дебилизм, правда же? Сейчас все увидят, что я дебил, потому что я побежал по торговому центру. Вот вам добрый вечер. Одно со вторым. Или, например, история про любовь, да, что если сейчас там тот и тот, и меня все бросят, со мной не будут разговаривать, отвернуться от меня, то есть у нас все эти творческие фантазии, они прямо пропорциональны нашему вот этому мопишному родительскому загону с детства, забою такому в голову. Все это поняли? Поэтому на самом деле то, что нам в голову загнали, вот ты дебил, или ты там недостойна, или вот кто-то писал правильно, иногда очень часто детей стыдили в Советском Союзе. У нас, знаете, была какая педагогика забавная? Вообще забавная, я не знаю. Мне когда клиенты рассказывают, у меня, ну, сейчас уже нет, поверьте. Вот я работаю, ну, с 2011 года, да, очень много по скайпу. И вы не поверите, 2011, 2012, 2013 год у меня реально, я после занятий, я сидел, я вот так сидел, особенно это был первый 2011, 2012 год. Я вот так вот после занятий сидел, и я говорил, блядь, вообще как это? У меня было внутреннее чувство гнева такое сильное на вот этих всех учителей, вот этих всех людей, которые просто клиенты там рыдали, рассказывали, вспоминали это. И суть заключается в том, что в Советском Союзе пристыдить ребенка публично считалось нормальным. Помните, да, это? Когда, можете представить, в детском саду девочку можно было поставить на стул в тихий час и снять с нее трусы, чтобы все посмеялись. Ну, типа, так делать нельзя. Как вам кажется, как эта девочка потом будет себя чувствовать? Понимаете? Или публично перед всей группой стыдить как-то за то, что кто-то не ест? Начать накормить его насильно, стыдить, заставлять мыть туалеты, общественно как-то встань, Сидоров. Сидоров у нас сегодня описывался. Ты что, Сидоров? Ну, и начинает, и такая жесть начиналась в школе, вызывали к доске, когда девочка или мальчик не мог решить уравнение. Что происходило? Все начинали ржать, а учительница что делала? Подыгрывала. О, ты бил наш, вышел к доске. У меня так было. Я заканчивал школу в 2000 году. Я ненавидел, сука, математику, потому что у меня педагоги были, ну, немножечко с припязью в голове. И когда у меня не получалось решить какой-то пример, потому что я просто прогулял несколько классов там, когда объясняли какие-то базовые математические вещи, у меня родители разводились, я там вообще ни хрена не помню, потому что я то туда, то туда, я очень много пропустил. А интернета тогда не было, помните, да, в 90-е? И мне там денег не было на репетиторов, и я просто тупо пропустил. Заниматься со мной было некому, по большому счету. И я выходил, я помню, в доске, да, и я смотрел, блядь, сука, на это уравнение, и я понимал, что ни хрена не понимали. Все начинали ржать, потому что кто-то что-то подсказывал, что-то писал, кто-то ржал, и эта сука начинает подыгрывать всей этой детской толпе со словами, ну, Красиков, что, блядь, ни хуя ты не понимаешь математики, что ты будешь, ну, что пойдешь, туалетной бумагой пойдешь торговать, что ж ты без математики-то, что из тебя выйдет? Ну, вообще, это ужасно, ты уже самый худший, как можно не понимать таких элементарных вещей? И вот это гнобление, да, вот это гнобление в школьной системе педагогики в Советском Союзе, оно было традиционным. И вместо того, чтобы войти в ситуацию ребенка и задаться вопросом, там, вызвать родителей со словами, слушайте, он там пропустил много, что случилось, как помочь, там, давайте как-то подумаем, да, люди начинали гнобить детей, да, стыдить их, считая, что это поможет, сука, им мотивироваться и полюбить математику. Да сейчас, ага, они будут ненавидеть вашу математику, они будут делать все, чтобы побыстрее от вас избавиться, а потом они удивляются, почему дети приходят и нахер расстреливают этих преподавателей. Это, конечно, ужасно, и мы не поддерживаем такие меры, да, и мы категорически против, но в принципе, когда детей доводят до определенного состояния, вот это все, некоторая устойчивая психика у некоторых подростков может дать сбой, и они скажут, блядь, Марья Ивановна, шла бы ты нахер отсюда, блядь. И, понимаете, поэтому здесь надо быть очень аккуратным преподавателем в этом смысле. Вот. Понятно, да, что такое базовые вещи? Суициды, конечно, социальные изоляции. Знаете, сколько было клиентов, которые поимели вот именно тревожное состояние со школы? Вот это гнобление, вот это унижение, вот этот стыд, вот это, по-своему, ты тупой, мы с тобой не будем разговаривать, отворачивание класса, игнорирование класса, игнорирование педагогов, ты тупая, в общем, начиналось там, вот именно там закладывается вся вот эта основа. Всем понятно? А потом мы это тащим в свою жизнь, да? Мы тащим потом это в свою жизнь и удивляемся, почему у нас такая острая психо-регитативная реакция при моментах, когда мы опять вдруг попадем в ситуацию дебила. Понятно? То есть, если у девочки или у мальчика вся детская история связана со стыдом и связанная с интеллектом или с любовью, то если вы проанализируете ваши невротические состояния, да, то вы увидите, что у вас поднимаются эти пики, когда у вас ситуация очень похожа со школьной, ну или с детской. Она не похожа, ну, в корреляции напрямую, но она морально похожа. Публичное выступление, принятие решений, осуждение, критика, отворачивание коллектива и так далее. Все это, оно и так далее, оно как раз и будет вас цеплять. Я хочу, чтобы вы просто это знали. Окей? Как с этим работать? Мы как раз об этом и говорим уже много. Это осознание того, какие ситуации вы интерпретируете по старой памяти, взятые из детского момента, и начать с собой, да, говорить, что да, у меня была такая ёгнутая преподавательница, да, я вот вырос в таком, вот, в такой интерпретации, но сегодня, та, 2000, сука, 18-й, вот, понимаете, я ни на кого не злюсь, я просто потом, я понимал, мне было стыдно на какой-то момент, если вам интересно, я расскажу, как я с этим справился сам, если вам очень это, конечно, надо знать, надо. Ну, смотрите, я сделал, кстати же, мой невроз, он же с этим связан, но если вам такой мой кейс интересен, помните мою историю про рестораны, я могу это просто связать сейчас в базовые, детальные вещи, никогда об этом никому не рассказывал, да? Ну, если хотите совсем поглубже, я же начинал свой рассказ о чем? О том, что у меня панические атаки начались в ресторане, когда у меня стало не получаться, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, потом, гидантика, страх, 2006 год, а почему мне в ресторане-то было так важно, чтобы у меня получилось? Потому что детский период, развод родителей, долгие процессы, это Советский Союз, эмоционально нестабильная ситуация, то там, то сям, пропускает много школы, я пропускаю много школы, и я не знаю базовых каких-то вещей, мне там три класса вообще вылетело, поэтому я до сих пор могу делать опечатки какие-то странные, я потом вижу, просто автоматически я могу писать неправильно, я могу, я до сих пор могу равнинии какие-то не решить школьные, я ЕГЭ по математике не напишу, мне кажется, на минус один даже, да, то есть я пропустил какие-то вещи, вот эти базовые школьные, и очень мне не повезло с педагогами по русскому языку и по математике, вместо того, чтобы войти в ситуацию ребенка в 96-97 году, было всем до пизды, им хотелось просто поржать надо мной, поржать над тем, как я буду выкручиваться, и эти, вместо того, чтобы как-то помочь, подсказать там и так далее, они издевались, по большому счету, по физике издевались, по математике, по педагоге издевались, по русскому издевались, все это поднималось на общественное мнение, вот у всех, блядь, сука, четверка, у тебя двойка, ты, блядь, посмотри, на-на-на, у меня учительница любила по математике поржать, чисто меня вызвать на предмет, чисто вот, она знала прекрасно, что я ни хрена не решу, она знала, что я не смогу решить задачу у доски, у меня были школьные друзья, которые мне подсказывали, помогали, я там списывал, они мне там шептали чего-то, она эта сука знала, что мне нашептали, и говорит, а теперь новое упражнение, а теперь новое уравнение, давай теперь вот это уравнение, и это было просто очень тяжело, да, и, и, к чему я, к тому, что я в какой-то момент, с этим справился, объяснив себе, что я пропустил большой объем предметов, я что-то не знал, и я с собой, ну, как-то договорился, что я не стал себя, менять себе это в вину, я сказал, ну, я просто этого не знаю, я этого не помню, я там кое-как, с горем пополам, школу закончил, в этом смысле, но этот базовый же невроз, он же никуда не остался, никуда не делся, да, и я пустился в доказательство, что я, в принципе, это не тупой, как вы же понимаете, в этом доказательстве смысле, я начал заниматься шахматами, я стал участвовать в соревнованиях по шахматам, потом я стал заниматься там, творчеством, там, парикмахерским искусством, потом я стал заниматься там доказательством в спортивных достижениях, то есть я стал себе доказывать, что ты не тупой, что ты не дебил, что у тебя получается, у тебя хорошо получается, просто в школе там были такие обстоятельства, и мне в этом смысле повезло, что в спорте там стал чемпионом, этим бронзовым призером чемпионата России, в шахматах хорошо получалось, потом там, 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 и когда в 22 года я уже понял, что хватит заниматься модельным бизнесом, там, фотографироваться и так далее, пританцовывать в всяких клубах, я пошел работать в рестораны, чтобы опять же из базовой этой истории доказать, что я не дебил, я могу придумывать и могу управлять, могу зарабатывать для людей деньги, могу быть полезным, да, и вот здесь как раз базовые такие вещи из доказательства, что не тупой, что есть за что уважать, натыкаются на ресторан, который был очень сложным, там была сложная финансовая ситуация, сложная ситуация вообще в целом, и вот этот молодой парень с этими невротическими амбициями сталкивается в этом ресторане, с этими проблемами, конечно, с ними не справляется, и вот здесь начались мои паники, я испугался за вегетативное состояние, работа, отношения слишком острые, взятые из детского периода, поднятие чего? Большого градуса, незнание, испуг, панические атаки, все очень несложно. Я не решал специально заболеть, просто так организм выстроился, что я не мог себе позволить, мои убеждения были настолько жесткие, я вырос семья спортсменов все-таки, и меня учили терпеть до конца. Терпеть – это вообще, в принципе, девиз моего детства. Терпеть, преодолевать. У меня, вот я зубы сейчас менял, у меня была стерта вся эмаль, если вам интересно, это совсем детально, у меня была стерта вся эмаль на зубах, потому что я все детство в спорте и в жизни я терпел. То есть я практически не плакал. У меня папа видел, наверное, пару раз, и он говорил до сих пор, что если Леша плачет, это значит действительно пиздец. Потому что, в принципе, я не плакал. Я был неплаксивым ребенком, я терпел. Я очень много терпел, я стискивал зубы, и этот рефлекс, кстати говоря, остался у меня, когда мне удаляли опухоль, в 2001 году, мне диагностировали опухоль, и когда я лежал в онкологической больнице и ее удаляли, там, в общем, мне ставили мочевой катетер. И поскольку я три дня лежал в реанимации после восьмичасовой операции, когда три, трое суток мочевой катетер стоит у мужчины, там канал мочевой, он уже всыхается там потихонечку. И потом, когда эту хрень всю вытаскивают из мочевого пузыря с этим катетером, мочевой канал очень сильно травмируется. И, простите меня за выражение, ссать было невозможно. Просто боль была такая, как будто ты пытаешься из себя выдавить по слизистой, ну, разбитой осколки стекла. И у меня рефлекс просто. Я когда пошел первый раз в туалет, у меня глаза на лоб полезли, я пошел писать хочется, я пошел в эту палату, взял банку из-под витаминов, замотал ее винтом, ставил себе зубы, потому что это было таким моим рефлексом. То есть я терпел. Я очень терпеливый человек в этом смысле. И так сложилось, что на работе, когда у меня возникли все эти психовегетативные штуки, я очень много терпел. И я не мог себе, даже понимая всю сложность ситуации, я не мог позволить себе проиграть. То есть я, будучи сыном главного тренера и мамой мастера спорта, я никак для меня проиграть и отступиться, для меня, я должен был либо там умереть, на этой работе, либо добиться того, что мне нужно. Конечно, это невротическая история, всем понятно, да? Про терпеть, про вот это все. Это и есть тот самый невроз. Все это понимают, да? Но я такой человек. То есть и мой организм мне в этом смысле помог, потому что он, когда поднял градус, и я испугался, я нашел для себя как бы обоснование, чтобы проиграть. То есть только я основывался не на том, что я проиграл, а то, что у меня как бы случились проблемы с сердцем, у меня случились проблемы с организмом, и я увольняюсь, потому что мне нужно ложиться в больницу, по-моему, мне кирдык. То есть я так себе это объяснил. Но психика специально сыграла в такую со мной шутку, она меня обхитрила, потому что психика знала, что я не уйду. Психика знала, что я там лягу, что я там просто как бы не отступлюсь. То есть в этом смысле это одноичертный характер. Если бы сейчас меня поставили в ту ситуацию, то я бы не проработал там и дня. Если бы я сегодня попал бы в эту ситуацию, уже совершенно с другой философией и с проработанными там внутренними вот этими всеми эгоистичными, эгоцентричными амбициями, я бы сказал, короче, либо мы делаем вот тот план, который я там вот считаю необходимым для ресторана, для этого мне нужно то-то, 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 что вы, блядь, уебки, мне не мешали. Либо я ухожу. И скорее всего я бы ушел, потому что я бы сказал, ребята, явитесь с этим рестораном сами. Я вам предложил, вы отказали, все, хорош. Вот сейчас я бы вот так бы сделал. Но если бы я сделал тогда так, вы бы со мной никогда не познакомились. Что не конфликтный вариант. Вот. Поэтому все наши убеждения, которые вы прописываете в таблице, все ваши убеждения, которые вы прописываете в ситуациях, которые вас запаляют, они их держат за руку какие-то вот эти детские штуки. Понимаете? И вам надо научиться с собой разговаривать. Вам придется научиться с собой договариваться. Если я вот такой ебнутый на всю голову, который терпел, и стер себе всю зубную эмаль все детство, если я научился договариваться, почему я пошел в бодибюдинг, фитнес, кому интересно, да, потому что там надо постоянно что? Там надо постоянно терпеть и преодолевать усилия, да, это постоянные усилия, это постоянные тренировки, это постоянная боль, это постоянно через «не могу», это постоянно через вот что-то. Я так вырос. Я вырос через преодоление себя самого, да, во всех смыслах. Вот. Поэтому эта черта характера сохранилась, просто она стала какой? Она стала более рациональной и менее повреждающей. Вот. Она просто стала более взвешенной, и она сейчас помогает не добиваться результатов. Но черта характера спортсмена и человека, который полжизни отдал на подготовку спецроты воздушно-десантных войск, это моя черта характера, это мой папа, в смысле. Да. Я вырос в этой концепции, поэтому для меня это естественные вещи. И когда я встречаю людей, которые не могут потерпеть там небольшое лебитативное напряжение, я их не осуждаю. Я, понимаешь, они просто из другой оперы, да. Но я имею как раз тот самый ресурс, видимо, поэтому они меня и выбирают. Вот мне сейчас это в голову пришло, да, что они бессознательно, возможно, чувствуют во мне вот эту внутреннюю опору, да, именно вот этого очень сильно выносливо терпеливого человека. Я даже в своей практике, вот в психотерапии, мне коллеги все говорят, как так много работает, только невозможно работать. Люди попытались работать в моем режиме, они ласты склеили, понимаете? Все. Люди отъезжают конкретно. Я очень терпеливый человек, то есть я мог проводить по 12, по 10 персональных занятий в день, каждый день, по скайпу. И сейчас уже, конечно, не так все, да, потому что я постоянно над собой работаю в этом смысле. И это не про перфекционизм, это про другое. Я просто такой человек, я очень, ну, выносливый в этом смысле. Потому что для меня потерпеть и преодолеть, для меня это черта характера. Астения может случиться, но я научился не доводить себя до астенического состояния. Я, конечно, могу устать, я, конечно, могу по-человечески устать, но я стараюсь сейчас, уже на протяжении, наверное, последних двух-трех лет, кто за мной следит, я не довожу себя уже давно до вот такого астенического состояния, чтобы вот как бы... но черта характера, это сохранилось, просто она стала гораздо более... гораздо более гибкой. Как это делать, я вам уже объяснил. Вам придется вести диалог со своим эго. Грань – это самочувствие. Да, вам придется нажимать на педаль тормоза, объяснять себе стратегически, по принципу «тише едешь, дальше будешь», по принципу сохранения здоровья, по принципу «баланса». У нас есть личные отношения, у нас есть профессиональные отношения, у нас есть хобби, у нас есть что? У нас есть личная какая-то часть жизни. И у меня, несмотря на большой загруз по работе, у меня есть и личная жизнь, у меня есть и хобби, у меня есть и поездки, у меня есть и общение с людьми не из области психотерапии. Сейчас я развиваю новое направление, там это браслеты, вот эти вот ручные работы из Азии, параллельно развивается еще направление обучения психологов, параллельно работы для предпринимателей, для первых лиц. Все это смена определенных процессов, которые продолжают развивать меня и помогают. Но я хочу, чтобы вы поняли, что нам не надо себя менять в корне. Нам надо просто быть гибким. Запомните, главный ваш ресурс – это гибкость. Не время, не деньги, не люди. Главный ваш ресурс – это гибкость. Многозадачность не в почете, поверь мне, Даша. Многозадачность – это не то, к чему вы должны стремиться. Я хочу вас всех сейчас предупредить здесь. Пожалуйста, не думайте, что я многозадачный или что многозадачные люди долго себя, долго в седле просидят. Нет. Многозадачность – это удел человека, который неправильно расставляет приоритеты. Вот что я вам хочу сказать. То есть многозадачность – это невроз, где вы неправильно фокусируетесь на главном. У вас все главное, у вас все срочное. Нету почета многозадачности. Ни один президент, ни один топ-менеджер, собственник, я не знаю, руководитель не может работать в режиме многозадачности. Ни один эффективный человек не должен и не может работать в режиме многозадачности. Это для психики и для здоровья человека не свойственно. Вам необходимо тренировать не навык семи рук, яшивы, бодхисатвы, вам необходимо тренировать навык фокусироваться на одном и работать блоками, что для вас является сегодня главным и срочным. И вы работаете только над этим. Вы размещаетесь по блокам. Полчаса этим, полчаса этим, полчаса этим, полчаса этим. Без всяких переключений на параллельные какие-то вещи. Не нужно делать параллельно одновременно многие вещи. Просто вы выбираете главное и выбираете то, что вы контролируете. В моем случае у меня работают несколько людей, которым я делегировал определенную работу. Я сконцентрировал на главную. Это основной мой фокус. Мой фокус – это быть в ресурсе для своих зрителей. Согласны? Это стратегическая задача. Моя задача – это быть в ресурсе для того, чтобы люди видели и понимали и брали от меня вот то самое лучшее, чем я обладаю. А не просто донесение информации со словами ВСД – это не болезнь, не панические атаки, не смертель. Но чтобы быть в ресурсности и чтобы иметь такой фокус, надо убрать другие вещи. Понимаете, о чем я? Поэтому умение делегировать, умение снимать наоборот себя многозадачность – это очень важно. Поэтому не тренируйтесь на многозадачность, тренируйтесь на фокусировку главного. И отдавайте другие задачи либо блоки на попозже, либо другим людям. Тогда вы будете гораздо более результативны. Есть люди, которые не могут делегировать в принципе, которые должны все сами, у которых все срочно, у которых все главное и так далее. Так, вот эти вещи мы повторили. Что-то вы узнали даже про меня гораздо больше, чем раньше. Если я не могу все, ну да, не нужно, нету такой задачи. Это неправильная задача. Задача фокусировки, самое главное. Повторили, взяли немножечко, даже копнули детство, меня, например, взяли, чуть поглубже, как это происходит. Примеряете на себе любовь, интеллект, там, чувствую вины. Иногда, кстати, вот, когда девушки мне пишут про симбиотическую связь, я вот вам могу из психоанализа это вытащить сейчас. Когда в детстве ребенка постоянно пытаются ему вменить, что мама себя плохо чувствует, потому что ты что-то не так сделала, например, вот что ты сделала, мама расстроится, вот посмотри, как маме плохо, вот мама плачет, вот посмотри, вот мама вот это, вот это, мама вот это, ты маму расстроила, ты меня расстроила, ты меня обидела, как так? И вот такие фразы, они меняют как раз чувство вины ребенку. Поняли, да, как это выглядит? И потом этот ребенок живет по принципу, только бы что-то не пиздануть, чтобы маме не было плохо. Понимаете, да? И это иллюзия, потому что вы на самом деле живете в 2018 году, вам давно уже, вы давно не ребенок, но вы тащите в свою жизнь вот эту концепцию, чтобы только не бить, чтобы не было плохо, чтобы не быть виноватым, чтобы не быть виноватым, это создает огромный сверхконтроль, это создает огромное напряжение, потому что вы пытаетесь, сука, все контролировать, чтобы не пиздануть чего-то, чтобы кто-то не расстроился. И у вас, конечно, поднимается на этом фоне вегетатика, и вторичная выгода тут какая будет? Ой, мама, я заболела, поэтому я вообще ничего делать не буду. Конечно, удобно ребенку ничего не делать, потому что он делать не может, а вдруг что-то не так будет. Поэтому вам надо здесь работать над тем, что если вам мама в детстве, или еще кто-то, менял постоянное чувство вины, постоянное чувство, что вы кого-то можете обидеть, вытягиваете, блядь, вот так вот пальцы, говорите, хер раздвае могу кого обидеть, вы сами можете себя обидеть. Я буду делать так, как я считаю нужным. И если, мама, ты расстроишься, я очень, ну, очень жаль, что ты расстроишься, но по пункте мы об этом говорили, да, но я имею право делать так, как я считаю нужным, это проагрессивные яблоки, то, что мы обсуждаем. Понимая, откуда вас долбит вот эта история с выученной виной. Еще из базового психоанализа, здесь можно что вам рассказать? То, что есть такое понятие из психодинамика, как выученная беспомощность, да, выученная беспомощность, это когда ребенка воспитывает мама или бабушка, а лучше и мама, и бабушка, когда они все говорят, ой, ты такой болезненный, ой, ты не выдержишь, ой, ты не выдержишь, ой, ты простынешь, так часто простываешь, ой, у тебя опять температура, ой, высокая температура, ой, покажи горло, ой, покажи горло, ой, покажи это, ой, что-то ты себя плохо чувствуешь, ой, нет, мы в садик не пойдем, нет, мы в школу не пойдем, мы опять на больничном, мы опять на больничном, я так с ним мучаюсь, он такой больной у меня ребенок, он такой больной. И вот эта выученная инвалидизация, она создает у человека на нейрофизиологическом уровне внутреннее состояние, что я, блядь, сука, больной и беспомощный. Согласны? И, конечно, такой человек вырастает с ощущением имбицила, который больной и беспомощный, и не справится. Согласны? И он как по жизни-то передвигается? Он по жизни передвигается с опаской, со словами, блядь, я же больной и беспомощный, я же больной и беспомощный, я же больной и беспомощный. А если болезнь? А, температура. Ага, мама говорила, температура. Ага, пульс, температура. Ой, ой, аспиринчик, аспиринчик. Все. И вот это начинается хрень, то, что мы называем тревожно-мнительная личность. Просто я вам рассказал, как это из психодинамики вырастает. Понятно? То есть, если вы себя узнали в тех вещах, которые я сегодня вам рассказал, сейчас, вы должны понять, что это нейрофизиологические связи, которые тянутся из детства, к которым вы просто привыкли как паттерн, как макака, как мартышка, понимаете? Это не геном. Это вообще не геном. И к хромосому, это вообще никакого отношения не имеет. Это ни хрена не геном. Потому что ребенок родился нормальным. Он не родился беспомощным и влучшенный беспомощностью. Он родился обычным человеком. Это его задрочили беспомощностью тревожная мать. Это его задрочили педагоги в школе. Это его задрочила, его семья и его окружение, что он либо виноват, что он либо беспомощный, что он либо кого-то постоянно обижает, что он постоянно тупой, что постоянно его никто не любит и вообще пошла-то нахер, с тобой разговаривать не буду. Его задрочили так. Он таким не рождался. Это не геном. Я здесь категорически не согласен. Геном – это вариант XY, касающийся других вещей. Понимаете? Поэтому это не геном. Это навыки, которые передаются, что по принципу какому? Как обучается человек? Верно. По принципу повторения и копирования. Вообще человеческое существо обучается принципу чего? Па-дра-жа-ни-я. Да. Подражание. Вот и всё. И, соответственно, если вы воспитываетесь в концепции, что вы кого-то обидите, вы кого-то обидите, вы беспомощны, вы беспомощны, вы тупой, вы тупой, вы тупой, вы тупой, вы это вменяете себе как базовую истину. И потом вы воспроизводите всю эту историю автоматически, даже не задумываясь. Это и есть ваша личность в этом смысле. Это и есть ваш характер. Вот вы хотите, чтобы характер. Здесь я уже отвечал на этот вопрос. Тут не надо что-то перестраивать. Мы не можем это перестроить. Тут надо это осознать. Увидеть, как это работает в механизмах до деталей. В ситуациях. Поняли это? Помните таблички? И начать в ручном режиме говорить себе, блядь, Коля, ты что, гонишь? Давай подумаем, сука, рационально сейчас. Объективно, по факту. Хватит вот эту детскую ебатурю переносить на всю свою жизнь. Да, тебе мама говорила, что ты ее расстроишь. Но вот эта-то ситуация при чем? Да, тебе говорили, что ты болезненная, мама была тревожной. Но зачем ты сейчас продолжаешь вменять себе это? То есть вы должны будете в ручном режиме взять себя в руки, понимаете, да? И начать видеть вот эту старую привычку вести себя определенным образом. и в ручном режиме давать себе по щам, в прямом смысле, со словами Дуся, хватит, блядь, уже. Сколько можно? Ты хочешь всю жизнь посчитать себя больной и убогой? Или ты начнешь что-то делать? Ну, стопэ, да, тоже можно, да? Потому что иначе вы это будете воспроизводить постоянно. Вы будете это воспроизводить каждый раз и заново, и заново, и заново. Вот это и есть ваша психотерапия. Ясно? Вот здесь. Good. Так, с этой частью рассказал. Теперь идем по технологии. За пять лет никто так просто не рассказал. Вирджиния. Вирджиния, а вы психолог, что вам за пять лет это не рассказали? Да? Или вы любитель? Вы любитель? Или вы психолог? Я имею в виду терапию. А. Понятно. Ну, хорошо, что пришли. Что я могу сказать в этом смысле, да? Хорошо, что пришли. Не могу сказать, что тут я как бы какой-то выдающийся. Просто я подхожу к консультированию не с позиции архаичной, ортодоксальной психотерапии. А я подхожу с позиции человека. Понимаете? Я подхожу с позиции немножечко, ну, не из области методологии институтской. А я подхожу к людям из позиции, ребята, я такой же, как и вы, только не из области симптоматики. Я вам сейчас расскажу. Ну, я начинал в 2006 году с этого. А я подхожу к вам с точки зрения внутреннего состояния человека, как это, ну, как это, откуда и как и что, и так далее. Потому что я еще раз повторяю, я тут, конечно, не гуру и не пример большой для многих, но если я очень терпеливый в этом смысле человек, то есть с точки зрения моих убеждений, они были всегда очень жесткие, то есть они называются ригидными. То есть мои убеждения о том, что такое отступать, сдаваться, и о том, что такое поражение, и о том, что такое все эти вещи, они были очень достаточно жесткие такие, да? И если уж я смог с собой договориться, и я смог вот с этими вещами справиться, то уж чему-то я вам научить в этом смысле вас могу. Ну, не научить, а передать что-то. Плюс многим ребятам как раз не хватает. Сейчас мы будем как раз об этом говорить. Алексей, почему становится гораздо лучше, слушая вас, потом опять все заново. Сейчас объясню. Вам не становится лучше. Вы делитесь на два лагеря у меня. Смотрите. Объясняю. Вы когда меня слушаете... Кто это пишет? Рина. Рина, да? Рина. Вот смотрите. Вы когда меня слушаете, вы все делитесь на два лагеря. Кому-то нужно работать над эго, кому-то надо работать над я. Объясняю. Видите? У кого-то ухояние связано с тем, что у него слишком эго раздуто. И это какие, ребята, подсказывайте? С гипертрофированным эго. Ну? Ну, истерики – это слишком общий термин. Это эгоисты, инфантилы, согласен. Мне все должны, эгоцентрики. Это те люди, которые предъявляют постоянные претензии. Да? Это не так, это не так. Ты не такой, ты не такая. Ты должен это, ты должен то. Это не обязательно тиран. Это может быть очень милая Артур-девочка, знаешь, такая, с такой замечательной улыбкой, с подтянутыми сиськами, но которая выебит тебе мозг. Че за лайк? Че за лайк? А это кто? А это кто? А это кто? А это кто? Очень мило и уходчиво долбить тебе голову, потому что у нее вот эта проблема. Поэтому это не всегда такие тираны грозные. Да? Это очень часто обычные люди, боже, эдуанчики, но которые, сука, будут себе мозг выносить. Это не так, это не так, это не так, это не то, вы должны это, вы должны это, а че не так? А я не сами себе буду выносить мозг, это уроды, это козлы, это вот это, как же несправедливо, такого хера, почему я ожидала, где мой лабрадор? Помните лабрадора, да? Где мой лабрадор, почему я думала, ты, ты мне всю жизнь испортил, я на тебя поставила все ставки, а ты, сука, трахнул меня и пропал. А, мама, меня трахнул, они пропали, а-а-а, и начинается вся вот эта хрень. Да? Что-то девушки больше всего засмеялись над этой историей. Значит, вот есть один вид неврозов, сейчас все себя, пожалуйста, диагностируем в хорошем смысле этого слова. Значит, один класс когнитинопоеднической работы над этой частью, все, кто не эту часть сейчас в себе узнали, это не так, это не так, это не так пёрнул, это не так сел, это не так встал, блядь, это не тут стоит вообще, в принципе, не тут стоит, надо стоять по-другому, надо стоять, блядь, а ты стоишь, ну вот эта вся хрень. Вот если мы здесь находим у себя уязвимости, да, то мы начинаем что включать? Пишем, ребят, запишите, пожалуйста, это. То мы в диалоге сами с собой включаем внутреннего критика. То есть тут задача моя, как вашего консультанта, и ваша, ваша, сука, задача, твоя, блядь, задача, твоя, твоя, твоя задача, блядь, твоя, это включить внутреннего критика, да, это включить внутреннего критика со словами Дуся, блядь, хватит гнать уже, что ты, блядь, опять куда тебя несет, назад, блядь, кто-то правильно подсказал фразу, стопэ, все, хорош. То есть тут мы начинаем работать над концепцией стоп, блядь, стоп, все, хватит, что ты сейчас гонишь, блядь, дура, что ты творишь, ну или там, дурак, да, то есть вы начинаете, наоборот, оттормаживать себя, в какой, как это еще называется, внутренний критик, как это еще может называться, кто изучал психологию вообще, в принципе, книги там читал какие-нибудь, как это еще называется. Внутренний наблюдатель, совершенно верно, сторонний наблюдатель, это в транзактном анализе, это как третья составляющая самокритики, да, ну родитель в транзактном анализе, да, наблюдатель, суперэго, слушайте, забудьте про Оша, вас все еще разводят, а вы все еще читаете. Это группа психологов, которые пишут вам книги, вы что думаете, этот старичок, блядь, столько книг написал, у него времени не хватит, это группа психологов, которые пишут популярную психологию, вы что, до сих пор ведетесь на это, успокойтесь уже, вот, да, соответственно, соответственно, вам надо понимать, что вот тут мы тогда работаем над вот этой штукой, вот всем понятно, что если вот бомбить суда, работаем от стопы, объясняя себе почему, развивая вот этого внутреннего дисциплинарного товарища, ясно? Ну, можно, конечно, сказать, не судите меня, я сейчас буду орать, я представляю себе такую ситуацию, в магазине, значит, там что-то произошло, 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 у нее внутри так все закипает, 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 она осознает всю историю про одолжествование, про ожидание, про требования, она такая, значит, у нее критика такой включился, она такая, говорит, нихуя, подходит к людям, говорит, товарищи, у меня невроз, поэтому сейчас будет пиздец, значит, беременные дети уходят в сторону, а особо умнительные уходят в сторону, сейчас я буду говорить, все отошли в сторону, готовы? Да вы заебали! И начинали, поняли, да? То есть, в принципе, так можно, как бы, да? В принципе, потому что все-таки критик и наблюдатель сработал, вы тормозились, предупредили окружающих беременных, манительных, что сейчас будет пиздец, и вас потащило. В принципе, ну, я не против, если так, то вы просто это осознаете, и вы несете ответственность, понятно, да? Но вы смотрите, вы осознали, вы поняли, вы успели предупредить людей, кстати, пока вы будете предупреждать людей, возможно, у вас и градус упадет, да? А все поняли вот эту часть? Мужик кто-то стал предупреждать, ага, типа, аккуратней, братан, у меня тут красная кнопка, сейчас, если ты будешь дрочить ее дальше, она сейчас брызнет, лучше дрочи мне другую кнопку, чтобы она брызнула, но не мое эго, потому что если будешь эго дрочить, брызнет дерьмищем по полной программе, дрочи лучше другую кнопку, там брызнет, хотя рожает и другое. Так, не будем сейчас об этом, значит, значит, это первая составляющая всех неврозов, как она дифференцируется, значит, кстати, людей, вот девушек с больше развитой вот этой проблемой, их надо трахать побольше, мужчины, вот если кто слушает, да, то есть если ваша девушка вот в этом смысле она перебарщивает, вот тут очень хорошо помогает, чтобы вы удолбили ее по полной программе, понимаете, да? Потому что если вы вот это сделаете, у нее немножечко здесь градус будет снижаться, и она будет так, это, немного поспокойнее, придушить можно слегонца, она рот открыла, дерьмо полезла, ты взял ее, рот закрыл, замолился, взял, нагнул на кухне нормально, и все, градус сразу снизился, очень хороший пример здесь, потому что пока она включит наблюдателя, пока она включит критика, пока она скажет стопы, ты уже, блядь, по полной программе прессунешь и так далее, и тому подобное, и все, сразу градус уйдет, физиология сработает сразу по принципу смещения доминарных в другую сторону. Понятно, вот девочки согласны. Вот, значит, что здесь происходит? Смотрите, значит, какая история? История такая, что это один вид неврактических состояний. Как дифференцируется? У кого-то здесь, условно говоря, можно провести, ну, шкалу, что ли, да? То есть сейчас вы увидите, в чем прикол. Ну, если взять шкалу от нуля до ста, ну, грубо говоря, поняли, да? К мужчинам это тоже относится. Но, в принципе, да, если ты чувствуешь, что у него поднимается градус, ты можешь, как бы, начать делать ему минет, в принципе, я думаю, что сработает, но все-таки это больше сработает с женщиной. Не знаю, поэкспериментируй с минетом в этот момент, может, заработает, потом расскажешь. Я с минетом не экспериментировал, поэтому, как бы, я не могу тебе на 100% сказать. Вот, ясно, да? Смотрите, есть шкала от нуля до ста. Соответственно, если вы чувствуете, что у вас в большей степени зажигает в повседневной жизни именно вот эти требования, то вы понимаете, что у вас они завышены гораздо больше. Согласны? То есть вы начинаете понимать, что у вас больше. Этого сейчас или этого. Есть вторая составляющая. Значит, вторая составляющая тоже, она дифференцируется от нуля до ста. И это история про заниженное я. Потому что вот вас сейчас здесь онлайн, вас вообще 260 человек, сейчас вас 130 онлайн. Человек остальные смотрят в копии. Я надеюсь, что они смотрят. Ну, вроде смотрят. Вторая составляющая невротических расстройств. То есть не все неврозы исходят из позиции требований. Согласны? Ну, на 100% во всяком случае. Есть клиенты, которые вообще слова молнить не могут. То есть не то, чтобы сейчас я орать буду. Они вообще голос не поднимут, потому что они не могут, они недостойны, они не могут сказать нет, они не могут сказать что-то, да? Ясно? Вот вторая часть неврозов заключается в заниженном я. Это то, что мы можем назвать в зеленой сфере, но если здесь у нас критик написано, да, то здесь мы пишем право. То есть этим ребятам дальше, после наших занятий, ну, я знаю, что многие из вас пошли на девятый сезон. Мне Павел передал, что было очень много звонков из восьмого сезона, пока у нас там была акция восьмого марта. Многие очень люди захотели, им понравилось, они захотели повторить девятый сезон, ну, сезоны, продолжить свое образование, находиться, так сказать, рядом, да, и продолжить какие-то вещи, поэтому я думаю, что половина девятого сезона будет, будете вы. Поэтому с кем-то мы сегодня не попрощаемся. Вот, да? Да, я понял, много пошло. Спасибо вам за это, это прекрасно. С одной стороны, может показаться, что отчет-то восьмой сезон чем не помог, но, с другой стороны, если бы этим людям было вообще непонятно и неинтересно, согласитесь, они бы не пошли бы еще. Ну, это логично, да? Просто он им помог, что-то открылось, они хотят еще. И это действительно так и получится, что на девятом сезоне будут какие-то новые концепции, что-то еще как-то, ситуации, вы изменитесь, не я изменюсь, а вы изменитесь. То есть восьмой, вот вы увидите, кто пойдет на девятый сезон, он будет заходить уже немножечко по-другому. Да, потому что вот те вы, которые пришли пять недель назад, помните себя? Вспомнили себя пять недель назад, помните на первом занятии, кто запомните себя, блядь, потому что вы через пять недель, сука, изменитесь, вспомните? Вот прошло пять недель, посмотрите, сегодня то, что всего лишь пять недель, мы просто размышляли. Мы просто размышляли, я вам рассказывал определенные вещи, и вы уже по-другому смотрите на некоторые вещи, вы уже задумываетесь, вы уже размышляете, это и есть ваша психотерапия. Она не только граничится какими-то симптомами, она граничится внутренним состоянием, способностью размышлять. И если у вас даже не ушли, естественно, какие-то психорегитативные вещи, потому что не связаны со многими вещами, которые мы сразу поменять не можем, вы научились главному навыку задумываться и размышлять. Согласны? Спасибо большое за изменения, да. Главный навык – это не снять у вас поршу, блядь, а чтобы научились думать, думать, размышлять, планировать, взвешивать, думать. Вот моя работа. А не рассказать вам то, что пара симпатически, симпатически, один мир на систему, я не умер, никто не умрет, все хорошо. Давайте будем, возьмемся за руки и подышим. И, блядь, ребята, ну хорош уже, блядь. Так вот, чего я говорил. Есть ребята, у которых детство сложилось так, что у них не развито я. Их чмырили, гнобили, говорили, что они тупые, что они уродины, их игнорировали. Ну, всякое было в их детстве. Согласны? И они не смогли сформировать вот это я. То есть оно у них как бы не сформировано. Называется «Я имею право». Я – личность. Помните вот это про маму? Мама, я хочу яблоки. Да, ты не согласна, но я хочу яблоки. Да, вы не поддерживаете мой выбор, но я хочу так поступить. Да, я понимаю, но я имею право сделать так, как я считаю нужным. Да, это была моя ошибка. Да, это была моя инициатива. Да, я несу за это ответственность. Да, это мой выбор. Я хочу попробовать. Я хочу попробовать это сделать. То есть, понимаете, что это антагонисты, ребят? Ребят, это же это антагонисты. Слово антагонисты. Всем понятно? Это противоположности в этом смысле. То есть, эго, завышенное, это то же самое, только перевернутое. А теперь догадайтесь, в чем психотерапия. Вам надо понять, что у вас у каждого где-то чего-то больше. Понимаете? То есть, вам сейчас надо продолжить свой анализ, даже несмотря на то, что вы пойдете на 9 сезон, не забейте. Забьешь, блядь, получишь по жопе, блядь, конкретно. Потому что я для тебя, сколько старался, 5 недель. Не забивай. Если забьешь, я расстроен. Ясно, да? Ой, девочки, Артур тоже посмеялся. Прекрасно. Значит, не забивайте на это. Теперь смотрите, что надо делать. На 10-й придешь, 10-й летом будет только. Ты уже до 10-го, к лету ты уже забьешь на меня, скажешь, Леша, спасибо, я полетел, а-а-а, там меня ждут два афроамериканца. Та-да-да-да-да-да-да-да. Да? Я только за тебя порадуюсь, веришь? Не прав, я не такая. Профессор Фройд судья расскажет, какая ты. Значит, что здесь мы делаем? Мы здесь также выстраиваем критика, только не критику со словами «дусь, а ты гонишь», а здесь мы выстраиваем критика к словам, к истории «я имею право». Тут тоже критик. Тут тоже критик. Только критик к своей заниженной вот этой концепции. Понятно? Критик к заниженной истории. Я не имею права. Сука, ты имеешь право, блядь. Я имею право, сука, есть апельсины, если я хочу. Если какая-то мразь, блядь, говорит, что надо жрать апельсины, яблоки, я очень довольна за его яблоки, но я хочу поесть апельсины, все. И если меня стошнит от этого апельсина, это нормально, но я сделаю так, как я считаю нужным. То есть вот здесь у этих людей это что? Завышено. И тут нам сказать, слушай, а может быть все-таки давай остановимся и послушаем людей, да? А здесь это занижено. И психотерапия, да? Это балансирование. Все поняли это? Ребята, это очень сейчас важно. Ваша эмоциональная коррекция заключается именно в этом, что кому не хватает этого, надо добавить этого, а кому не хватает, простите меня, критики этого, надо добавить сюда. То есть вы начинаете с помощью собственного внутренней работы над собой, где-то поработали здесь, если потащила, где-то больше усилий и больше... Вот я вам так скажу. Есть одна книга, античная. Там в дословном переводе звучит так. Скромность не в части, смелость города берет. Ну, если дословно переводить. Вот я вам хочу сказать, что вот здесь со скромностью большие проблемы, согласны? Потому что она будет верещать, блядь, громче всех. Тут со скромностью все у них очень плохо в этом плане. А вот здесь есть слишком много. Поэтому баланс ваш – это некая середина. Почему середина? Это отвечая на ваш вопрос, а я что, с помощью когнитивной терапии стану амебой? Знаете, есть такие, да, иллюзии? Что я буду амебой, слабохарактерной, что я не смогу за себя подстоять, было бы лучше, но я понимаю, на-на-на. То есть это не совсем правильно. Верно, Аня, это и есть адекватная самооценка, молодец. Это и есть то, над чем мы работаем. Смотри, где вы с помощью наших занятий, того, чего мы проходили, вы начинаете как бы, если здесь мало, доращивать из позиции «я имею право». Если здесь этого слишком много, вы начинаете себя тормаживать со словами «слушай, ну хоре уже, да, спокойно, да, давай послушаем, да». Понимаете, о чем я говорю? То есть основная задача – это оттормаживать или доращивать. И если вы сможете балансировать вот здесь, поверьте, вы никогда не станете амебой, потому что где-то надо включить что? «Алло, где-то надо включить, так, алло, я имею право». Ну-ка, как бы это самое, подвинули жопота, блядь. Сейчас я тут вам всем расскажу. «Я имею право, мама». Где-то надо включить, наоборот, со словами «да, окей, но пробуем, это ваша история, я промолчу». То есть промолчать – это здесь, сказать это вот здесь. Ну, если хотите, да. Поэтому надо просто местами уметь менять. Где-то надо учиться этим людям промолчать, а этим людям надо учиться уметь говорить. Понятно? То есть вся ваша когнитивная психотерапия, она будет построена именно на балансе. Я вам рекомендую провести некоторую ревизию. Я вам рекомендую провести некоторую такую оценку. Давайте сейчас посмотрим. Как вам кажется в процентном соотношении, у кого что преобладает? Ну, напишите, например, первая цифра – это эго, вторая цифра – это слишком зажатость. Нет, не 2, 1, а напишите через дробь. Но 50 на 50 – это легко написать. 70 на 30, 20 на 80. Видите, как радикально? 30 на 70, 70 на 30, 70 на 30. 1 к 40, что-то такое. 70 на 30, 70 на 30, 90, 80 на 20. Видите разрыв какой? Ребята, поняли? Вот разрыв большой, видите? Вот этот разрыв должен быть минимальным. Поняли? Вот фишку поняли? Этот разрыв должен быть минимальным. У вас должна быть здоровая часть эго, со словами «я имею право, пошли вы нахуй». И у вас должна быть здесь достаточная критика, со словами «да, я промолчу, окей, не проблема». То есть 50 на 50 – это хорошо. При условии, что здесь 50, и здесь 50, и вас не сильно трясет. То есть, чтобы вы как бы балансировали, и когда надо, включали одно, и когда надо, включали другое. Поняли? Что это тоже из детства? Вот это? Конечно, да. Вот сейчас вы зафиксировали эти разрывы. Работайте над этими разрывами. Докручивайте, дожимайте вот эту разрывную разницу. И у вас уже становится понятно. Как эту разницу понять для тех, кто не участвовал сейчас в вопросе? Вот как эти люди это понимали? Вы, когда начинаете вести когнитивные дневники, если вы их начинаете вести, да, или хотя бы наблюдать там за собой, то очень быстро увидите, что вас бомбит. То есть, если вас бомбит больше требования, то вы понимаете, что у вас как бы вот здесь многовато. Если вы больше как овощи, имбецил, которые слово молдить не может, то у вас вот этого многовато. Соответственно, вы начинаете выстраивать рациональный ответ четвертой колонки, исходя из позиции чего? Исходя из позиции эгу, я имею право, потому что. А если у вас здесь многовато, вы начинаете выстраивать рациональный ответ из позиции так, хорош, что ты гонишь, стопе, остановись, включи человека обычного, да, попроще надо быть, успокойся. То есть, вы начинаете компилировать и добавлять стиль мышления. Поняли? Они меня не уважают, это чтение мыслей и оценочное суждение. Это тебя забудет, потому что у тебя есть базовые убеждения, они должны меня уважать. Если они меня не уважают, это то-то, то-то. У меня, вот если тебе интересно, уже давно такого нет. У меня есть уже четко выстроенное понятие, что если меня кто-то не уважает, с лаком и в руке. Я и особо стараться не буду. Понимаете? Человек, ну, разумный. Ну, разум такая сложная штука, потому что невроза тоже разум. Они меня не уважают, это из концепции недопущения. Потому что тебе надо, чтобы тебя все уважали. Это вот здесь. Понял? Мне надо, чтобы меня все уважали. Это история того самого мальчика с теми самыми детскими вот этими штукенциями, который здесь в детстве где-то поимел какую-то историю, которая всю жизнь теперь тащит историю, чтобы меня уважали. И его невроза этого мальчика Арту возникает тогда, когда у него в жизни происходит что? Обстоятельства, да? Которые он интерпретирует по принципу «не уважают», поднимает градус, потащил. Поэтому его задача, конечно же, здесь снижать вот сюда со словами «Алло, что ты сейчас за ребенок перед тобой?» Да, я теперь понял, спасибо. Пожалуйста. То есть давайте возьмем чуть-чуть транзактного анализа. Кто считал, знает транзактный анализ. Ребенок, родитель, родитель. Да, и взрослый. Это похоже, потому что мы все примерно про одно и то же. Здесь у нас капризный ребенок, который требует любви, который требует заботы и внимания. Здесь у нас тоже забитая часть ребенка, которая боится, забитая, зашуганная и так далее. Можно сделать одно упражнение неплохое, оно не всем подходит, но если вам понравится, будет хорошо. Вы можете сесть спокойно в комнате, одни, предварительно прокрутив в голове разные ситуации или положив перед собой рабочую тетрадь. и посмотреть, что бомбит. Попытаться, можно закрыть глаза, можно ментально, у кого хорошо, с образами получается. Представьте себе, что вы тот самый ребенок, который капризничает в этой ситуации, требует любви и внимания, и забот, и обижается, и орет постоянно. Или вы испуганный, забитый ребенок, который боится, что его осудят, который боится слово сказать. Поняли это? Представили себе, исходя из ситуации, а потом взяли и ментально попытались подсесть к этому ребенку рядышком и попытайтесь с ним вести диалог с позиции взрослого. Чего ты боишься? Что конкретно тебя пугает? Что конкретно, да не важно, что это, что конкретно ты боишься? Попытайтесь объяснить этому ребенку, что эти люди там и так далее, это не опасно, это не страшно, не бойся, не нужно. То есть попытайтесь договориться, объяснить с этим, поговорить с этой частью. Мне это когда-то помогло. Это немножечко из области метафизики, но это хорошо помогает немножечко поговорить самим собой. Понятно, да? Когда... Это не основная ваша часть терапии, просто есть такая история, которая иногда может людям помочь, которым нравятся вот эти образы, да? Когда вы не только сухо таблицы долбите, а попытаться взять этого ребенка, как он мыслит. Ведь вы же все мыслите оттуда. Согласны? Это ваша детская часть долбит. Детская часть. Поэтому можно с позиции взрослого... Есть еще одно упражнение, с позиции взрослого поговорить. Есть еще одно упражнение, но оно более сложное. Я его иногда использую в своей терапии, когда мы в терапии с каким-то конкретным локальным человеком, или на кейсах, например. Да, вот у нас были кейсы, недавно, по-моему, я показывал, как это работает. Кстати, последний кейс там очень был бомбический. Кто помнит? Я там показал женщине, что такое эмоциональный перелом. Да, как это работает. Когда она ж под конец, аж это самое, там затрясло чуть-чуть. Вот как она себя вводит, и как она себя выводит. В общем, я этот кейс обязательно выложу, просто руки не доходят до монтажа, честно, верите. Вот. Есть сложное упражнение, оно связано с тем, что когда человек вспоминает, какую-то травматичную ситуацию, или вспоминает причинно-следственные связи, кто ей что-то говорил, как эти вещи формировались, этого ребенка тоже можно абстрактно посадить возле себя, и тоже попытаться с ним поговорить, и тоже попытаться его успокоить, и попытаться ему объяснить, что мама так ведет себя, потому что, папа потому что, обнять, пожалеть, безусловно, это все метафора, это метафизика, это не научно, но некоторым людям, у которых вот так хорошо развито образное мышление, им это помогает. А еще из этой же оперы иногда, и это вообще не про Кастанэду, Саша, забудь про это, потому что за принятое, это про другие вещи. Иногда, иногда помогает история, когда, когда у нас копится на кого-то обида, ну, например, вы в своей рабочей тетради, и с помощью всех вот этих вот аналитических вещей, увидели в себе слишком много обиды, потому что вот отсюда же тоже эта обида плещет, это требование, это капризы, это же обида, не хватило, не додали, грубо говоря. И иногда тоже можно этого ребенка посадить перед собой, сказать, ну, на кого ты обижаешься? Вот, на кого ты обижаешься-то? Кто тебя обидел? Посадите это 11-10-летнего мальчика, это вот 10-летнюю девочку, которая сидит дома и плачет, которая ходит по улице и плачет, да, которые вот зашуганные или обиженные, вот можно с ним начать этот разговор, кому-то объяснить поведение людей, кому-то попросить, чтобы он рассказал, как он обижен, и на что обижен, да, чего он боится, что конкретно он боится, что произойдет, за кого он боится, или за что он боится. То есть можно использовать такие образные упражнения, они иногда людям помогают. Конечно, это не научно, и это из области, опять же, я говорю, метафизики, это и гештайт, это и транзактная часть, какая-то, это и эксценциальные части, но так или иначе, иногда есть люди, есть клиенты, которым помогают вот такие образы, опять же, для чего? Вот для чего нам эти образы, и ребенка, вот эти диалоги? Эти образы помогают нам настраиваться на что? На вот этот внутренний диалог, на вот это внутреннее размышление, согласны? То есть это не какая-то метафизика со словами «представь ребенка», там, да, это просто способ выйти на диалог, поняли? Например, у меня часто были в терапии пациенты, которых я вводил на диалог с родителями, ну, это вот чистый, в этот гештайт подход, называется гештайт-эксперимент, когда мы представляли, сидящими родителей перед собой. И когда у нас в терапии много гнева, много обиды, я предлагал провести такой вымышленный диалог с выдуманным собеседником, я говорю, ну, представь себе, что перед тобой сидит папа или мама, в чем он одет? Папа одет, там, в спортивных трениках, в майке-алкоколичке, я говорю, хорошо, вот ты сидишь рядом с ним, он напротив, у тебя есть там, три минуты, чтобы ты ему сказала, на что ты обижена, и за что ты обижена, со слов, ты знаешь, если честно, да, и вот она начинает, и у нее уже первое предложение, у нее уже слезы полились, а папы рядом нету, она говорит, ты знаешь, если честно, мне было очень обидно, когда ты, и там уже начинаются рыдания, ты знаешь, если честно, мне было вот так, когда ты делал то-то, когда ты сказал это, когда там про маму и про папу, то есть мы можем инициировать такие образы, да, которые, что делают? которые помогают нам, что? Которые помогают нам настроиться на диалог, которые помогают нам настроиться на вот этот внутренний диалог, это же все-таки образ, понятно? Поэтому вы можете это сами делать, например, если у вас есть внутренняя часть обиды, у вас есть какая-то внутренняя история, вы можете сесть дома, у меня были клиенты, которые выходили из дома в лес, да, и которые, да, не держать в себе, и которые не могли дома расплакаться, сильно эмоционировать, они уходили в лес, там собака погулять, и вот они вели такой диалог на берегу речки, рыдали, говорили о том, за что обижен, как обижен, то есть эти эмоции выходили, и людям становилось попроще, потому что они могли нащупать эту тропу болезненную, вообще говорить об этом, и рассуждать об этом, потому что это же заблокированы все эти обиды, эти же обиды, эти недосказанности вот этого ребенка, они же заблокированы, понимаете, то есть там об этом никто никогда не говорил, ни ты с собой об этом не говорил, поэтому большая часть психотерапии – это заставить и подвести пациента, а если мы говорим про психоанализ, если вам интересно, почему говорят, что все плачут, да, почему плачут, потому что вот то, что я вам рассказывал, это технология очень сильная, но вот то, что сейчас я вам рассказываю, это один из образных моментов, чтобы начать вообще это обсуждать с собой. Можете писать, это уже из области арт-терапии, напишите письмо там амортизационное и так далее, вы можете писать, вы можете говорить, вы можете представлять этот образ, не так уж и важно, каким способом вы начнете с собой это говорить, поняли, да? Главное, чтобы тропа размышлений, она была протоптана туда. Это для тех вот ребят, кто испытывает подавленную обиду, гнев, и в принципе, вот в психоанализе, если говорить про психоанализ, мы считаем, и в Гештальте в том числе, есть такая фраза, Гештальт закрыт, знаете, да? Вот мы считаем, что эмоция считается вот это подавленное, отработанное, когда? То есть клиент приходит, на занятиях плачет, мы вспоминаем, мы проговариваем, мы размышляем, мы погружаем его по этой тропе, в этот диалог, он никогда его не вел, да? Да? Он никогда об этом не говорил и вслух, и в кабинете, и он эту тропу протоптал, и он начинает испытывать там эмоции, и мы считаем терапию успешной и в этой стадии завершенной, когда человек уже может что? Да, когда он может про этой тропе спуститься к маме и папе, когда он может говорить о том, на что он обижен, и на то, на что он зол, но уже говорить об этом без дрожащего голоса, но с грустью. То же самое касается потерь. Когда у нас кто-то умирает, и когда ко мне приходят, или приводят ко мне там, по знакомству, говорят, Лёш, там надо поработать, грубо говоря, основная задача там, помимо этих всех этапов проживания, это привести пациента в течение полугода после потери, к тому, чтобы он мог говорить об ушедшем человеке с грустью, но уже без сильных эмоциональных всплесков на кого-то нас покинул, и там слезы, содрогание, и там перебиранием фотографий и так далее. Понятно? Ты знаешь, Артур, я бы не сказал, что обида уходит, потому что надо сказать, что папа имел право. Ты знаешь, по-разному. Вы все будете сами подбирать какие-то слова, вы будете сами вести этот диалог. Сначала будет тяжело, поверьте. Потом будет попроще. Как вы с собой договоритесь, Артур, я не знаю. Кто-то объясняет себе, что папа так повел себя, потому что и размышляет. Кто-то просто принимает какие-то выборы и какие-то поступки. Кто-то, в общем, все пациенты, они как-то по-своему объясняют себе. Тут невозможно быть бурно таким, знаешь, словами, скажи папе, что папа имел право. Это неправильно. Все мои клиенты за последние 10 лет, понимаешь, они по-своему выстраивают диалог. И у меня были клиенты, которые сказали, я не хочу его прощать. Я буду злиться на него там всю жизнь и буду никогда этого не пойму. И никогда не хочу его прощать. Но сам факт, что человек об этом уже говорит, и сам факт о том, что человек протоптал тропу в этом внутреннем диалоге, для меня, как для его терапевта, это очень большой прорыв. потому что я знаю, что пройдет какое-то время, и человек, который сегодня такой нетерпимый, такой вот, протоптал эту тропу, и через какое-то время он может прийти в терапию или для себя понять, что как-то он ну как-то смирился, ну как-то понял, ну как-то для себя, как-то он для себя это уложил. Это то же самое, что про потери человека, который умер. Мы первое время можем в терапии говорить об этом, а потом со временем человек, говоря, 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 говоря про это, он как-то приходит и говорит, слушай, ну как-то да, я как-то, как-то я смирился, я понял, я это уложил, я это принял, отпустил, и психика что? Улеглась. Мы не забудем, мы будем помнить, но нету таких уже что? в таких эмоциональных подъемах. Поняли? Поэтому моя задача, чтобы вы умели протаптывать дорожки с помощью нашей методики в диалоге с собой. Никогда не ищите причины неврозов вовне. Это всем понятно? Никогда не ищите причины неврозов вовне. Никогда не старайтесь вот говорить, что это из-за мужа, из-за мамы, из-за папы. Это все внутри вас. И это ваша работа. И если вы будете обвинять людей, что вот у вас невроз потому что это, потому что работа, потому что мама и папа и такое детство, это не совсем вам поможет. Вам необходимо понимать, что это вы не можете с собой договориться. Понимаете? Это вы не можете с собой договориться. и страна, естественно, поэтому это, если вы не можете с собой договориться, это не дает вам право мазать дерьмом президента, страну, людей. вот у меня была, я не помню кто, то ли на личной терапии, то ли в группе, а, в группе, в группе недавно это было, ребята, просто кейс вам небольшой, хотите, расскажу. Это вот буквально в субботу было. У меня субботняя группа, у меня группа есть вторник, есть группа суббота, малая, с видеосвязью. И там мужчина в процессе своей терапии, в процессе нашего диалога мы увидели, что он очень сильно с собой недоволен, он очень сильно недоволен своими результатами, он очень ленивый, он очень такой очень сильно себя любящий. Вот я, кстати, хочу вам всем сказать, вот здесь я кое-что хочу вам еще дописать, когда вы будете работать над вот этой частью, здесь, пожалуйста, поменьше самолюбия. Вот тут меня вспомните, меня вот очень часто в интернете обзывают нарциссом, мне вот смешно реально, ни один нарцисс так сука над собой не издевается, понимаете? Ни один нарцисс не будет терпеть то, что я терплю, и то, что я терпел всю жизнь. У меня нет вот этой нарциссической части, она и есть здоровой части мужчины, но она вообще не про нарциссическое личностное расстройство, она совершенно про другие вещи. Но я сейчас не об этом, если хотите, я, конечно, про нарциссическое расстройство расскажу, если кому-то интересно, и вы поймете, что это такое на самом деле, и почему люди, которые мне об этом говорят, это люди, которые, в принципе, психотерапию даже не знают в первом приближении. Они увидели пару селфей в инстаграме, сыграл нарцисс, все понятно, но это люди, которые, в принципе, далеки от мира психотерапии, либо просто какие-то штампы поставили, вообще не вдаваясь деталей. Так вот, смотрите, вот здесь поменьше самолюбия, потому что вот эти люди, да, они, вот ребята с таким стилем мышления, они очень сильно себя любят. Они настолько сильно себя любят, что любое напряжение, любые какие-то интервенции в их адрес вызывают очень сильный всплеск. Здесь надо поменьше себя любить. Вот это очень важно. Поменьше себя жалеть, я бы так сказал. Вот не жалеть, вот это pain, да, no pain, no gain. Вот, чтобы здесь было побольше боли. То есть, если у вас вот эта часть сильно доминирует в таблицах, понятно, да, здесь побольше боли к себе. Потерпи, блядь, потерпи, промолчи, так, что такое? Да, потерпишь, ничего, вот эту корону, да, надо немножечко снять, сказать, потерпишь, да, блядь, потерпишь, да, промолчишь, да, дискомфортно, да, люди такие, душно, да, маршрутка, да, такси, да, трамвай, блядь, потерпишь. То есть, вот здесь немножечко надо как раз что? С помощью вот этого потерпишь занижать это, а вот этим как раз вот это не надо. То есть, вот этим ребятам что? Наоборот, вот это потерпишь, оно у них постоянно здесь. Я потерплю, 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 там наоборот, там надо сказать, так, блядь, алло, мне плохо, я имею право, то есть вот здесь диаметрально другая сторона, поняли? Я когда терпел, я не могу сказать, что я был здесь, хотя в принципе, скорее всего, вы сейчас удивитесь, но я был в большей степени здесь, то есть я очень много молчал, я очень много терпел, я мыл кипятком машины, горячей водой, которая прорывала на Ленинградке, чтобы заработать деньги, меня там избивали какие-то местные бандиты, я все терпел, я скорее был больше здесь, но вот эта часть, она все где-то присутствовала, да, она вся присутствовала, так или иначе, потому что я как бы не знаю, как это случилось, но оно все равно было больше вот про это, поэтому нарциссическое личностное расстройство, оно настолько далеко от меня, потому что, смотрите, нарциссы – это биполярные ребята, у них сначала они бьются под потолок головой со словами «я охуительный, я бог», и они просто в эфории охрененной от самого себя, а потом через какое-то время они бьются головой об асфальт «я дерьмо, я дерьмо, я ничего себе не представляю, я говно полное, я бог, я дерьмо, я бог, я дерьмо, я бог, я дерьмо». И вот эти пики от потолка к полу – это и есть нарциссическое личностное расстройство. Это оно и есть, это компоненты, где их выбрасывают очень быстро, и мы здесь как раз стараемся, что балансировать с помощью всей вот этой штуки. Поэтому, когда меня называют нарцисса в интернете, вот если вы услышите, можете смело понимать, что люди в принципе далеки даже от базовых знаний по психологии в принципе. Ну, может быть, про ВСД и панические атаки вам скажут, но не более. Поэтому это к вопросу о том, как у нас люди хорошо знают мат-часть в принципе. Вот, да? Мы все нарциссичные. И в норме, помните, я вам говорил про баланс? В норме вот эти ребята должны приобрести нарциссическую компоненту. Поняли? А эти ребята должны приобрести снятие короны. Потому что здесь корона на нуле, тут она прибита к голове. То есть отсюда корона сюда, отсутствие короны сюда. Поняли? И вот это вот балансирование гармонии и является что? Той самой психотерапией и верхних, и нижних. Чтобы они у нас могли вот так. Чи-джинь. Поняли? Не вот так. Джинь-джинь. Джинь-джинь. А вот по ситуации. Где-то надо сказать, алё, что за дела. А где-то сказать, ну окей, хорошо, без проблем. Как вы считаете, так и будем. Но я не согласен. Я не согласна с вами. Но я понимаю. Окей, да, хорошо. Но я буду действовать по-своему. Да, мне это не нравится. Если честно, я не поддерживаю это. И мне, откровенно говоря, это неинтересно. Но вы имеете право. Поняли? То есть мы продолжаем выстраивать, продолжаем жить, продолжаем принимать решения, но мы балансируем. Все почувствовали это. Скачки происходят потому, что неустойчивое эмоциональное состояние, потому что оно у вас автоматом работает. У вас нейронные связи летают сами по себе. Вам надо их ловить с помощью вот этих дневников, с помощью наблюдений. Поймали, отработали, в ручном режиме вели себя. В том, как в следующий раз я буду. Поймали, отработали, в ручном режиме вели себя. Этим про корону, этим без короны. И время, это нейроны, это нейрофизиология. У вас эта хрень летает, потому что все летает автоматически с детства. Это ясно? Вот, поэтому, когда мне говорят про наэстетическое расстройство, мне очень смешно, реально. Мне очень хочется посмотреть на этого нациуса. Во-первых, я не очень помню себя дерьмом. Честно, я вообще не помню, чтобы я считался дерьмом. И я не очень помню, чтобы на мне была какая-то эйфористическая корона. То есть, в норме есть такое понятие, как самоуважение. Если кому-то про норму, если хотите вот эту середину, да, давайте нарисуем, чтобы вы просто понимали. Теперь я хочу вам напоследок дать секретное упражнение. Мы заканчиваем уже. Сейчас все, пожалуйста, сосредоточьтесь, не уходите. Сейчас будет упражнение секретное, ребята. Не уходите, пожалуйста. У нас уже вот 10 человек отошло. В мир иной. Видимо, спать пошли. Пожалуйста, кто смотрит сейчас в копии, пожалуйста, не уходите. Смотрите, упражнение сейчас чуть позже. Сейчас сначала сюда. Смотрите про середину. А в норме, в норме, нарциссическая часть у вас должна быть. Потому что на что дает? Здоровая нарциссическая часть, это называется самоуважение, не самолюбие. Знаете, из-за такой фразы, ты должна себя полюбить. Блядь, дура, что ты несешь, ты должна себя уважать. Самоуважение. Самодисциплина. Самомотивация. То есть, мы не должны себя любить, и мы не должны себя гнобить. У нас есть некая середина, это называется уважать. Не путайте уважать и боготворить. Всем это понятно? Уважать – это право на собственную позицию, но без требований. Поняли, что это такое? Это право на собственное изменение, на собственные хотелки, но без чувства вины. Это право на собственное мнение, собственное поведение, но без короны. То есть, мы стремимся к самоуважению. Поэтому, когда мне говорят о анастетическом расстройстве, ну, реально смешно становится, потому что есть понятие, как уважение себя, и есть такое понятие, как чувство, ну, если хотите, адекватного представления о том, где ваши границы. Ну, можно сказать это достоинство, но оно такое, слово, понимаешь, оно очень широкое. Я люблю больше слово «личностные границы». Я могу много терпеть, и этого, и этого, но есть какие-то границы, которые я не допускаю, чтобы люди переходили. Понимаете, о чем я говорю? И эти границы достаточно небольшие. То есть, меня могут хуесочить в интернете. Я могу выглядеть не очень, там, мягко говоря, опрятно, потому что я уставший. Я могу одеть какие-то брюки не самые отглаженные, там. И у меня крем-то для лица, там, один и то, потому что у меня кожа сохнет. Да, все. Есть такое понятие, как некая личная граница, через которую люди не переходят у меня. Потому что они знают, что я их буду четко отстаивать. Например, одна из моих личностных границ – это про навязывание. Вот я вам хочу сказать, как это выглядит. Сейчас я по упражнению перейду. Я очень добрый человек. Я очень многим людям помогаю. И не только в области психотерапии, но и в области других сфер. Я очень ответственный в этом смысле. Но я могу вам сказать одно. Я хочу помогать многим людям. Слышите меня? Я буду вам помогать. Но только если вы будете уважать мое право на мой выбор, помочь вам или нет. То есть, я принимаю решение пойти и начать помогать, а не тогда, когда мне долго с утра до вечера. Помоги мне, помоги мне. Почему ты не повораешь? Помогите мне. Вы же меня не слышите. Отверьте мне. Отверьте, пожалуйста. Отверьте, помогите мне. И мне тоже помогите. А что вы не поздравили? Поздравьте меня совсем марта. Поздравьте меня совсем марта. Поздравьте. Почему ты не поздравил? Помогите мне. Дайте мне денег. Ты что, мне денег не можешь дать? Дайте мне денег. Вот когда люди начинают туда лезть, для меня это попытка взлома моих границ. Я говорю, так, алло, стопе, если я захочу, я тебя, сука, поздравлю, и подарю тебе подарок, и помогу тебе, и этим, этим. Но это мое желание. Но не надо мне вот это менять. Понимаете, в чем я? Вот это одно из описаний, как выглядят мои личностные границы. Потому что вот эти ребята, у них нет внутренних границ. Понимаете, да? И все люди, которые начинают их о чем-то просить, они пытаются сказать, да, хорошо, да, хорошо, да, конечно, да, ага, да, 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 и в итоге они приходят к тяжелому состоянию. Согласны? Здесь же проблема с границами, потому что на блатной казине подъедешь. Согласны? Здесь вообще корона прибита так, что потолки уже поцарапаны все дома, что просто аура на километр отбивает вообще всех людей, и оно левитирует по миру, потому что оно идет в мир обычных людей. Поняли, да? То есть, спасибо вам. Вот баланс уважения и границ, он очень важен. В том числе надо быть попроще вот здесь. То есть, эти границы, они не должны уходить вот в это левитирование и быть вообще без границ. Понятно? То есть, вот этот баланс очень важен. Я могу прийти в Макдональдс, там, посидеть, поесть. Я могу ужинать в самом дорогом ресторане города. Я могу пить Кока-Колу, я могу пить там, не знаю, еще там чего-нибудь. То есть, нету, вот, это всегда в балансе. То есть, я могу пойти в обычной драной, там, одежде, в обычный дешевый зал. У меня есть две карты в фитнес-клуб. Один очень дорогой в моем поселке, один очень дешевый. Алекс Фитнес за пятером. Я обожаю заниматься в Алекс Фитнес за пятером. Видите? Мне там по кайфу, я вырос в подвале. Я вырос в нищете. Мне там проще. Я просто прихожу, одевая наушники, мне проще в подвале. Когда я прихожу в свой дорогой клуб, сияющий, блестящий, мне не очень комфортно. Я тренируюсь, я как спортсмен, я могу настроиться, но не прикольно. Мне прикольно попроще. И вообще, в принципе, прикольно попроще. Просто есть понятие самоуважения и некая необходимость иногда. Когда я много работал, я захотел купить себе комфортную машину. Ну, что они мои, не имею это права, ну, это была моя мечта, я это заслужил, как мне кажется. Есть такая возможность. У меня есть возможность финансово помогать людям, но почему бы это не сделать? Но это, опять же, не из позиции отсюда. Посмотрите, какая у меня машина, я могу вам помогать. Нет, это позиция объективно взвешенная. Поэтому ваша задача здесь балансировать. А теперь переходим к упражнению. Как найти баланс? Вот все сейчас задумались над этой штукой, да? У кого-то, согласно, нет середины? Согласны, что у многих у вас какие-то пролеты здесь? Вот вы когда писали эти цифры, пролеты. Вот хочу вам подсказать последнее в этом сезоне упражнение, и мы заканчиваем. Когда вы воспитывались определенным образом, и у вас действительно сформировались нейронные связи, что у вас постоянно колбасит автоматически, согласны, то в ноль, то в плюс сто, и вот середины этой нет. Это упражнение я назвал спидометр. Представьте себе спидометр. От нуля, ну, у меня там 280, у вас там 320, например. Вот представьте себе спидометр. Представьте себе, вот у меня есть клиент, который очень хорошую аналогию привел, и я ее сейчас повторю. Я рассказывал про эту концепцию недавно, но мой клиент очень хорошо предложил, как он это делает. И мне очень понравился этот пример, я вам просто его повторю, хорошо? Вы должны сесть, слушайте внимательно, и представить себе либо градусник, либо спидометр, ну, как хотите. И, например, мой клиент говорит, я все время замечал, что я все время быстро еду. То есть он говорит, я ниже 120 как-то не ехал, то есть я не мог ехать 40, и я постоянно уходил в 120. Все время штрафы, какие-то, ну, расходы, аварийные ситуации. И вот этот принцип говорит в следующем. Он говорит, я дал себе установку держать ногу ровно на 79. Вот не меньше, не больше, но меньше по ситуации, но не больше. Поняли? Он говорит, я, это, говорит, первое время мне было очень тяжело. То есть у меня прям нога тянулась нажать на педаль. Понимаешь, это метафора, ребята? Тянется нога пойти в градус. Вам надо сознательно сказать, я тренируюсь две недели, сука, ехать 79. Вам будет, вас будет прям вот так вот, согласны, мужики и девочки, кто любит это? И это метафора в области психологии. Вас будет прям долбить, нажать на педаль, уйти в зону куда? В зону комфорта ваших 120. Вам необходимо нейронную связь перестроить. Две недели работаем именно где-то на 80. Через две недели вы удивитесь, как у вас нейроны перестроились. Причем эта метафора преломится и на все остальное. Если вы не водите машину, вы просто смотрите, как ваши эмоции поднимаются в течение дня. Например, у вас есть фаза, где вы депрессируете себя, согласны? И есть фаза, например, где вы очень эмоциональны, согласны? 0-100. Вот вам надо сесть и представить себе метафорично, как выглядит некая середина, где вы не 0 и где вы не 100. И вы пытаетесь ментально представить себе эти ограничители. Вот прям до деталей. Тембр голоса, ритм голоса, да, жестикуляция. То есть вы, когда начинаете говорить, например, если вы привыкли уходить на 100, вы как говорите? Вот вы и так делаете. Вы в этот момент себя ловите и говорите, так, стоп. И вы со 100 уходите на 75 и начинаете представлять себе, как эти 75 выглядят. Здравствуйте, добрый день, да. Вам будет медленно, медленно. По магазину как вы ходите, как обезьяна. Мама, 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 там что-то так. Вот опять же. Убираем. И медленно, сука, ебашим по делу. Медленно. Держим середочку, как один наш репер поет. Знаете такого? Но региона точно знает. Пойду, водки найду, да, ну, неважно. А вот эту середочку придется вам на нейрофизиологии держать. Поняли? То есть, когда вы медленно, вот, если вы бежали все время, эмоционировали, вам прям, вам надо придумать себе эти ограничители. Понимаете? Вас будет разгонять за секунды, потому что у вас что? У вас нейронные дуги так работают. Поняли? А разогнало, поебало себе, дала, сказала, смел, стоп. В два раза медленнее. В два раза медленнее. Говори в два раза медленнее. Шагай в два раза медленнее. Если ты принимал решение молниеносно со словами, я подумаю, я подумаю. Давайте это обсудим позже. Окей, хорошо. То есть, вы научаетесь нащупывать некую середину. Можете его визуализировать как хотите. У кого-то это спидометр, у кого-то это градусник, у кого-то какая-то бумажка, у кого-то это какой-то график, там, я не знаю, светофор, там, шкалы, там, что угодно придумывайте. Главное, чтобы вы нащупали вот эту середину по ограничителям, по скорости, по тембру, по речи, по психодинамике вот этой. Поняли? Уловили, о чем я? То есть, вам надо задать себе ограничители. Вот этот люфт. Чтобы вы прочувствовали сначала ноль, потом прочувствовали верх и некий люфт середины. И самое главное, это повторять. Повторять это, потому что это что? Это нейрофизиология. Если вы это две недели сделаете, вы удивитесь. Вы просто удивитесь, как вы станете лучше думать, как вы станете более внимательными, как вы станете философски рассудительными. У вас заработают новые клетки в голове. Почему? У вас всю жизнь работали одни клетки. А вы дадите дорогу другим клеткам, у которых есть тоже информация и тоже ресурс. И вы впустите их в работу. Но это нужно сделать протоптать. И в депрессии то же самое. Конечно, в депрессии вы все время внизу. Вам придется поднимать себя на середину, выходить на улицу, идти в пробежки, в спортзал. Как будто у тебя нет депрессивного мышления. И пойти в эту середину. Люди, друзья, встречи и так далее. Супер! Это было последнее упражнение из практики. И теперь последнее мы заканчиваем. А вы все пришли пять недель назад. И на первом занятии я просил запомнить свое самочувствие. Сейчас я бы хотел попросить вас написать в чате, на сколько процентов по вашему внутреннему ощущению вам в целом понравилось и в целом вы довольны. Или на сколько вам стало проще, понятнее. Ну в целом от нуля вообще ни хера не понравилось, до 100 идеально. И учитывая, что 100 не бывает, бывает 99. И бывает 0. Только без лукавства, пожалуйста. 99,9. Супер, спасибо. Другой в этом сезоне. Я говорю, что сезоны разные. Спасибо вам огромное. Это очень приятно. Кейс огонь, да. Я очень рад, что вы не пожалели. Спасибо большое за теплые слова. А за то, что вы поверили в наш анонс и поверили в мою рекомендацию вам сюда прийти, потому что я многим рекомендовал, да. С кем-то я увижусь на 9 сезоне, поэтому мы с кем-то не прощаемся. Кто хочет прийти на 9, пожалуйста, приходите. Милости просим. Вы знаете, как найти Павла. Мы начинаем 19 марта. Это следующий понедельник. Без проблем до понедельника вы успеете. Спасибо вам большое. Я рад, что я оправдал большую часть ваших ожиданий. Я не хоть и не ставил такой задачи, но я постарался уложить те основные концептуальные вещи, которые заставили вас что делать? Размышлять. Понимать. Дальше вам очень важно научиться преломлять эти вещи. Все, что я говорил, не из области фантазии, не из области каких-то там метафизик. 99% того, что я говорил, это научно обоснованные вещи, которые действительно работают, которые основаны на нейрофизиологии, которые основаны на исследованиях в Америке, которые основаны на многолетних, тренерских, серьезных программах, политике, дипломаты. Это все очень полезно. Главное – это понять, что это навык. Навык размышлять, середина, логика, философия, принятие, допущение. Но баланс между тряпкой и между короной тоже мы ищем. Вот это наша основная задача. Видео будут доступны две недели. Мы их в ближайшие дни выложим на специальном сервисе, где они будут первое, второе, третье, четвертое, пятое и так далее. Спасибо вам всем большое за доверие. Мне показалось, десятое занятие тоже получилось очень таким интересным и по контенту, и по своему содержанию. Хорошую точку поставили, но я бы хотел, чтобы вы поставили точку в восьмом сезоне, но в вашем развитии запятую, потому что вам много чего предстоит с самим собой обсудить. Согласны? Обсуждайте. Не бойтесь. Не бойтесь изменений. Не бойтесь ошибок. В ошибках нет ничего плохого. Пожалуйста, идите ошибаетесь. Идите пробуйте. Идите действуйте. Ваша жизнь – это точка рождения и точки смерти. Никто не знает, когда вы умрете. Но я точно знаю одно. Ваша задача – прожить этот отрезок так, как вы считаете нужным. Ваша задача – прожить этот отрезок так, чтобы вы принимали решение. Ваша задача – прожить этот отрезок так, чтобы вам было не стыдно там наверху сказать, «Ёб твою мать, как я жил», чтобы вам было интересно, полезно и весело в рамках закона стороны пребывания. Проживите эту жизнь так, как хотите вы. Изучайте, пробуйте, стремитесь, ошибайтесь, спотыкаетесь. Идите дальше. Жизнь очень интересная и разнообразная. Не надо загонять ее на один гвоздь. Вся Вселенная на одном гвозде убеждений не вертится. Мир очень разнообразный. И вы удивитесь, насколько сильно и насколько все относительно в этом мире. Будьте попроще. Попроще относитесь к обстоятельствам. Все равно вы все умрете. Не нужно так драматизировать события. Больше философии, больше допущения, больше философии, больше принятия, что ли. Не стоит тратить огромное количество времени на черных кошек в черных комнатах, когда их там никогда не было. Просто кайфуйте. Идите и живите так, как вы считаете нужным. Руководствуясь объективностью, взвешенностью и собственным правом на себя. До встречи. Спасибо. До свидания. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова